Он платный, кстати говоря, стоит 150 рублей в месяц. Он будет анализировать лайки, подписки, фотографии, комментарии и отсылать родителям уведомления, если ребенок всерьез увлекся радикальными идеями, планирует преступление или ему угрожает опасность от активного в соцсетях взрослого человека. Также он расскажет родителям, если ребенок начал смотреть порно и предложит поговорить с ним о сексе, что очень трогательно. Журналист «Медузы» Павел Мерзликин выяснил подробности этой истории, читайте подробнее в самом издании. «Вечерняя Москва» публикует, точнее не стенограмму, а выдержки главной тезисы, ответы на вопросы Сергея Собянина, ответы на вопросы жителей москвичей Сергея Собянина в эфире телеканала ТВЦ. Подробнее читайте на сайте «Вечерней Москвы». Крымский рубеж, что российские пограничники строят на границе с Украиной, это заголовок статьи в аргументах и фактах. Задача российских пограничников сделать так, чтобы граница оставалась на замке для всех, кто вынашивает враждебные намерения без шума и помпы, но надежно это под заголовок статьи в аргументах и фактах, напомним. «Коммерсант» публикует мнение депутатов по поводу фильма «Матильда», они посмотрели, большинство из них в восторге. По крайней мере, все удивляются, в чем, собственно говоря, проблема, почему такая шумиха, и, в общем, вся эта история не стоит выеденного яйца. 8.37, это был обзор прессы. «Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8. Слушать, думать, знать правильные глаголы. Говорит Москва!» Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Сережа, пастушок, поиграешь! Граня дров, Сережа! Серебренный рожок!» Восемь часов тридцать восемь минут, пятница, двадцать девятое сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р радио «Говорит Москва!» Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Ну что, хотите, про что хотите? Про Соловьева хотите? Хрен вам! Про первый снег. Мы про Соловьева. Можно про Соловьева? Нет, нельзя про Соловьева. Он богат, он всю жизнь был богат. Всю жизнь был богат, он всю жизнь. Он родился, сразу был богат. Правильно? Ну ничего, кстати, открой Вики, а мы посмотрим. Первый снег. Ну мне интересно, он родился и был богат или нет. Чего же знает. Хорошо, я всю жизнь был командирский сынок, потом генеральский сынок и так далее. А он нет, он какой-то... Российский шоумен, певец. Певец! Честный деятель. Боже, актер, писатель. Актер, писатель. Все вообще. Родился 63-го в еврейской семье. Человек-оркестр. Наумович, Рудольф Наумович. Венецковский. Фамилия Венецковский была. А потом взял... Нет, Рудольф Наумович стала. Преподаватель политик. Мать Инна Соломоновна Шапира была. Шапира. Искусствует. Родители познакомились. Пианиста... Нет, пианисты. Института разошлись. Когда было 4 года. Хорошо. А что? А он? Школьный год. 72-я школа. С 2-го класса учился. В элитной школе номер 27. Вот это уже другое дело. Где обучались дети и внуки членов КПСС. ЦК КПСС. Это 1232. С углубленным. Занимался... Московский институт Стали и Сплавов. Стали и Сплавов. Пожалуйста, Стали и Сплавов. У меня друг был из класса. Вовка Пенхасик. Он тоже поступил в Стали и Сплавов. А вот еще Владимир Сурков и Михаил Фридман. Ну, Сурков ушел оттуда. Сурков же ушел оттуда. Он после первого курса ушел. А Пенхасик доучился. Вовка Пенхасик, мой друг, тоже из Стали и Сплавов. Он живет сейчас на пляже Тель-Авива. В Пентхаусе? Нет, он живет на пляже, просто на пляже, на лавочке. А, прям, собственно, непосредственно на пляже. Да, он был у нас отличник в физмат-школе. Вовка Пенхасик, это очень интересная история. Он был отличник в физмат-школе. Затем он учился в Московском институте Стали и Сплавов, подобно Володе Соловьев. Затем он работал в Волгоградской милиции. Он вернулся в Волгоград. Вау! Почему такой выбор? А потому что он родом из Волгограда. Пенхасик, я же закончил школу номер 8, около Планетария. Это лицей номер 5 теперь имени Гагарина, который... Я уже почти выучила последовательность. Значит, и Вовка Пенхасик из нашего класса. Пенхасик фамилия? Пенхасик фамилия была, да, фамилия Пенхасик. Владимир Пенхасик. Он послужил в милиции долгое время, но каждый раз его ловили почему-то гайцы пьяным. Он работал просто в милиции, а гайцы его ловили пьяным. И он изобрел трюк, Вовка. У него всегда была с собой бутылка водки. Он бился, он постоянно бился на машинах пьяный, непрерывно. И он, значит, каждый день... И он доставал бутылку с размахом, с таким русским, отклонял ее, ну, с театральным, и говорил, я не могу смотреть на это равнодушно, я должен немедленно выпить, кричал он при автопроисшествии. И начинал жрать водку прямо с горла. Тогда это так можно было, сейчас нельзя. Сейчас это запрещено. Начинал, потому что он уже был пьяный, и начинал жрать водку с горла. И когда приезжали гайцы, он в расстроенных чувствах продолжал размахивать бутылкой и пить из нее. Говорил, я не могу, я не могу смотреть на это без слез. И пил, и пил, и пил. Ну вот, этот трюк тогда было можно, короче. Сейчас это уже оговорено в правилах, и так нельзя. Ну так вот, потом он уехал в Израиль, сделавшись евреем. И потом я нашел его на пляже Тель-Авива. Он толкал перед собой тележку, украденную в гастрономию, со своими нехитрыми пожитками. Спросил меня, не дам ли ему закурить. А так, впрочем, вот, собственно, мой одноклассник. Это мой одноклассник. Он сейчас живет на пляже в Тель-Авиве. Но это, кстати, неплохо, я хочу сказать. Это лучше, чем на лавочке? На лавочке, конечно, абсолютно намного лучше. Конечно. Но в Тель-Авиве я не слышал, что было метро. Здесь можно жить на выходе вентиляции из метро. Да-да, тепленько. Кстати говоря, Вова Пенхасик имел превосходные оценки по математическому анализу, по алгебре. Мы же учились в физмат-школе. Да. И Вова Пенхасик был один из лучших. Был один из лучших. Мне так обидно. Ну ничего, нет, ну все, что с ним сделала Водка? Вот если бы была какая-то пьеса в 70-е, не пей, а браша русским станешь, говорил один из персонажей. Честное слово, я вклюнусь, это прямо из этой пьесы. Не пей, а браша русским станешь. Понимаешь, почему я? Ну вот Пенхасик не послушал. А Володя Соловьев, он хороший, он не стал пить, он послушал совет. Не пей, Володя, русским... О, Боже. Ну потом еще вернемся. Ну подождите, вот снег ожидается. Первый снег ожидается в Москве уже в ближайшие дни. Первый мокрый снег. Вот мокрый, потом сухой, потом все суше, суше, суше. Потом мокрый. Значит, первый мокрый снег может пройти в Москве в ближайшие дни. Об этом со ссылкой на Марину Макарову сообщает РИА Новости. Ну, они зря не скажут. Не исключено, что первые снежинки могут закружить в ближайшие дни, сказал Макаров. Она вся романтическая такая. Она вся такая возвышенная, она такая намекающая. Снежинки могут закружить в ближайшие дни. Пятницу и субботу. Температура для этого уже достаточно низкая. Особенно ночью и утренние часы. Если низкая температура совпадет с осадками, то возможны первые снежинки, сказала Марина Макарова. Черт, какая я хочу познакомиться с этой женщиной. Что ты говорила? Можно мы с ней танцуем? Станцуем хотя вальс какой-то, как первые снежинки. Какая она непростая. Не будет ничего, никакого снежинка. Дай я посмотрю американский прогноз. Марина Макаровна, зря надеешься. Зря надеешься. Включат уже, вот прям Собянин сказал. Что ты говоришь? Вот прям вчера, сегодня должны уже быть. Ой, а я уже, я сегодня прочитал офигенскую штуку, значит, про сон. Но не то, что русские компании теряют 2,3 триллиона долларов, то ли рублей, там, из-за недосыпа сотрудников. А я прочитал английское сообщение, ангельское, о том, как хорошо спать. Оказывается, спать надо при температуре 16 градусов в помещении. Ты понимаешь, в чем дело? 16. Мне лучше всего при 18 спиться. Ну вот, а положено, я тебе объясню. Это ужасно, это сокращает годы твоей жизни. Должна еще 2 градуса опустить. 16. Оказывается, ну это оптимально, это ученые разработают. Народ топит 28. Я умоляю. 16, чтобы пар стоял. Ты должна смотреть. Это очень легко проверить. Ты должна спать при температуре, при которой птица на лету падает. Ты должна запустить птицу, и она пока, ты смотришь, она такая, первая упала, бум, об одеяло. Все. И ты такая, брык, спишь, все. Понимаешь? Да. Правильная температура, когда птица на лету падает. И, ну это уже другое, это уже про туалет. Чтобы сосульками моча падала, сосульки. Ты писаешь, сосульки такие падают. Но не ты это не предупредил. Извини, не предупредил. А, да. Да, Москва. Мы продолжаем. Извините, пожалуйста, я углубился в морозные ощущения. Значит, дейли 10 градусов в пятницу, в субботу 10 градусов, в воскресенье 8 градусов, и в понедельник 7 градусов, в следующий вторник 8 градусов. Теперь ночью. Этой ночью 7 градусов, где она видит кружащиеся снежинки. Господи. Чего они обдолбались? Вы сказали дейли? Они обдолбались. А, дейли, дейли, дейли. Дейли. Я читаю дейли. Потому что у меня есть аурли, у меня есть аурли тоже. Слушай, значит, есть 7 градусов, потом 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Все время, все время хорошая температура. 2, 2, 3. Ночью хорошая температура. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Нормальная температура. 2, 3, 4, 5. Я считаю, что это... Но при 2 градусах, я думаю, уже может какой-то мокрый снег пойти. У Макаровой. У Макаровой. У Макаровой. Ну, какой снег, ну зачем? Ну, 2, 3 снежинки. Ну, это все ерунда. Ну, это все ерунда. Хорошо. Да, давай про нападение на офис. Можно утешать себя, но все это уже... Рано или поздно случится, да? Все уже плохо. Я сегодня на велике приехал на работу. Я не представляю. На велике. Первое время была зябка. Потом ты начинаешь крутить педали. Все больше и больше и больше. И чувствую, что все жарко. И без капюшона вот так вот рассекать. Я без капюшона, но я был в шапке. Почему у меня была бейсболка? У меня две шапочки. Для езды на велосипеде у меня две шапочки. Одна из них бейсболка, а другая шапочка от Харли Дэвидсон. Но они уши не закрывают. От Харли Дэвидсон? Да. Там шапочка такая короткая, да, похожа на немецкую каску времен войны, Первой мировой. И она такая укороченная шапочка от Харли Дэвидсон. Я ее сегодня не надел, нет. Ну, давай про нападение на ленту. Да, да, да. Напали на ленту? Почему? Это порнографическое издание не заслуживает того, чтобы на них напали. Почему? Могли бы на нас напасть, но нет, напали на ленту. Объясни, пожалуйста. На нас неудобно, тут непонятно. А, у нас режимный объект. Да, да, да. Как-то фигово. Значит, смотрите. Сотрудники московской полиции прибыли к зданию редакции Лента.ру, на которое было совершено нападение. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельство. Ночью на ленту.ру беседует один сотрудник. На Варшавском шоссе, офис Лента.ру на Варшавском шоссе, примерно в 2 часа ночи, 29 сентября, сегодня, злоумышленники устроили поджог, разбой стекол, разбиение стекол, разрезовали стены оскорбительными надписями и нацистской символикой. В частности, свастикой и солнечным крестом. Что значит солнечный крест, не знаешь? Не можешь посмотреть, пожалуйста, добренькая, что такое солнечный крест? Я не знаю это число. Век живи, век учись. Так вот придется нарисовать какой-нибудь символ. А, все понятно. А, солнечный крест более известный как солнечное колесо, древнейший символ, представляющий собой крест, располагающийся внутри круга. Черт, теперь буду знать. О, где-то я видел их на машинах. Это неолит и бронзовый век. На предметах доисторической Европы, особенно неолита и бронзового века. О, какой хороший. Это хорошее символ. Хорошо. Значит, они им нарисовали солнечный крест и свастику. Оказывается, почему-то нацистская символика. А солнечный крест тоже нацистская символика? Да, в частности. А почему? Ну, используется как сенсоворот. Тоже это, видимо, к этому же относится. Сенсоворот. Значит, а почему их все-таки шли? Норвежская нацистская партия, национальное единение, использовала золотой солнечный крест на красном фоне в качестве официального символика. Ведь мы не знали об этом. Да. Хорошо. Смотри, пожалуйста, скажи мне, пожалуйста, за что на ленту напали? Объясню. Ты ленту читаешь? Да, периодически. А характеризуй, пожалуйста, это прекрасное издание. Ну, да. Это порнографическое издание. У них периодически в 6 утра почему-то именно они выкладывают какую-то странную публикацию. Ну, и в ноль. Иногда в ноль. Иногда в ноль, да. Вбрасывают что-то такое эдакое. Это появилось года полтора назад или год назад. Лента.ру стала публиковать все новости порнографии. Сейчас у них порноактриса признается в тонкостях ремесла. Время от времени они пишут о том, что сказал актер с Бразерс, что сказал актер с Порнхаба и так далее. И так далее. То есть об этом, это характеризует это прекрасное издание как порноиздание. Я беседовал с бывшим главредом этого издания, который за одного главреда до этого. Вот сейчас 23-летний, забыла фамилию. И надо сказать, что порнушка пошла гуще. Значит, я должен сказать, что ленту Ру создавал в свое время, если не ошибаюсь, не носик ли при содействии, как мне казалось, так да, может быть, я ошибаюсь, Леонида Невзлина, находящегося ныне под розыском, в розыске. Леонид Невзлин, правая рука Ходорковского. Вот Невзлин и носик, по-моему, создавали ленту. И в то время она была приличным изданием. Шикарная. Она была шикарная. Да. И газета Ру. Как-то мы обедали с Невзлиным в Тель-Авиве и в Херсли. В Херсли. Значит, и он с сожалением, цокая языком говорил, испортили мою газету и, по-моему, газету и ленту, по-моему, он тоже говорил. Испортили. Вот потому что он чувствует свою сопричастность к созданию газеты Ру и ленты Ру. Но вот он почему-то, так сказать, сожалел о том, что они стали хуже, с его точки зрения. Хорошо. Почему на них напали-то? Мне непонятно. Скажи, пожалуйста, о чем это говорит? Это говорит о нападении на... Вообще ни о чем. Да. Точнее, это ни о чем не говорит. Все, поехали дальше. На ленту на Варшавском шоссе напали неонацисты. Это, безусловно, вообще ни о чем. Ни о чем не говорит. А? Ну, я так считаю. Ну что? 7373948. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. О чем это говорит? Здравствуйте, Сергей. Да. Алло. Да, слушаю вас. Я слушаю вас. Слушайте, а вот там на Петерберга-то, на паре, американские депутаты хотят от него... Да это ладно, хорошо. Все, я понимаю, вы, кстати, вспомнили хорошую шутку, услышанную полторы недели назад от Бабы Мани. Хотите нам ее рассказать? Спасибо вам огромное. Какой вы добрый. Я хочу обратиться к нефтетрейдеру, нашему, к нашему слушателю. Здравствуйте. Да, добрый. Добрый день. У вас есть какое-то понимание, почему напали на ленту? Ну, у меня есть понимание, почему это сделали именно нацисты. Почему? Это такая движущая сила, которая, в принципе, выполняет любой заказ. Сегодня они нападают на ленту, завтра не могут напасть на иное издание или выполнить любой другой заказ. А то, что они изрисовали это все солярными знаками или, как сейчас принято говорить, нацистскими знаками. Ну, это просто автограф. Скажите, а вы думаете... Именно мы, это моя визитная карточка, если что, в планике, вы знаете... То есть это не политическое какое-то действие, а просто им дали немножко денег. Им просто... Ну, да, а кому заказать? Кому заказать? Сегодня, честно говоря. Ребята с бородами, ну, там можно потом выхватить сверху. Больше некому. Пьяных же не пошлешь этих алкоголиков. Поэтому есть определенная земледвиживая такая вот, более или менее подготовленная группа людей, которые... Это очень... То, что вы говорите, очень интересно и неожиданно для меня. Теперь я понимаю, что, безусловно, это и есть главная версия. Конечно. Конечно. Потому что, если нам надо с вами... Предположим, что мы плохие, антисоциальные и вообще кощунственные Мариарти, да? Двое, два Мариарти. Если нам надо с вами совершить какое-то отвратительное действие, нам нужны дерзкие пацаны, которые мотивированы. То есть им надо просто объяснить, главное, что хорошо. Платить надо только главному, потому что шпана, так сказать, рядовая, она... ей платить не надо. Они четко понимают, что это, ну, правильно. Да? Да, они тупо за идею, да. Да, они тупо за идею. Поэтому платить надо одному. Поэтому там, где в другом случае мы бы заплатили 50 тысяч баксов, здесь мы заплатим пятерочку. Правильно? Не пятерочку. Можно даже чуть побольше, просто вопрос, сколько дойдет до непосредственно самих пацанов. Нисколько. А для них самая главная идея сказать, ребята, владелец этой газеты и этого прохода. Против нас. Он против нас. Еврей. Все? И он против нас. И все. Спасибо вам огромное. Да, спасибо. Значит, на самом деле, очень правильно. Нефтетрейлер абсолютно точно... Нужны дерзкие пацаны. Непонятно, кто заказывал, кому это надо. Ой, любой человек, которому что-то неприятно. А, ну, понятно. Причем неприятно не в публикациях. Совершенно не в публикациях. Если тебе нужно... Ты чувствуешь, что к человеку какую-то неприязнь, к потерпевшему, да? Ты хочешь как-то ему создать какие-то проблемы, когда трабл устроить, да? Значит, ты начинаешь думать о том, кто исполнит. Ну, кто, ну, кто, ну, кто. Ты же не пойдешь к уголовникам? Не пойдешь. Да. Потому что, собственно говоря, с уголовниками потом надо... Во-первых, уголовников могут взять за другое, а они расскажут про это. Понимаешь? Ну, как бы не кстати. Нужно какое-то идеологическое движение. Какое идеологическое движение? Ну, что ты кого-то будешь нанимать. Понимаешь? Значит, надо сделать так. И, по-трому, идеологические движения существенно дешевле. Потому что платить надо только главному. Только главному. Всем остальным объясняют, что это идеологическое действие. Пацанам объясняют, что этот человек против нас, этот человек... Это все, все и все. Он против нас. И пацанам ничего не платят. Вообще ничего не платят. Ну, там, ужин какой-нибудь. Ну, понятно, да? Похавать, ребята. Тут похавать нам прислали, так сказать, вот, вок какой-нибудь. Еще что-нибудь. Лапши какой-нибудь. Понимаешь? А главному, ну, главному, если в таких делах ты будешь с преступным миром общаться, ты полтос заплатишь. А если ты будешь с идейными общаться, ты... Ну, хорошо, вот нефтитрейдер считает пятерки мало. Ну, десятку за котлету дашь, баксов. Понятно? Они все исполнят чистенько, все аккуратненько, все. И ничем он не будет делиться с пацанами никогда. Это правда. Так что мы не будем искать здесь идеологии. Мы будем здесь искать подкармливания. Просто подкармливание лидеров тех или иных радикальных организаций, которые тоже хотят кушать и которые немножко шьют. Да, по вечерам они немножко шьют. Ну, например, там, вот разбивают ленту, еще что-то. Ну, мне кажется так. 73-73-94-8, Алла, здравствуйте, слушаю вас. А, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я сначала подумал, когда прочитал заголовок, что повторяется ситуация с Матильдой. Да. Но листовок не разбрасывали. И, собственно, Матильда вчера нанесла очень хороший такой... Да, Матильда вообще просто любит. Люблю ее за это. В это поговорить. Обязательно. Так что мне просто, если говорить конспирологично, может быть, они как раз отвлекают от Матильды теперь? Отвлекают от Матильды. Послужить новый тренд? Ну, тогда надо было хотя бы 5-6. Потому что, вы видите, вот никого не впечатлило. Никого не впечатлило. Ну, вот видите, вот так. Надо было много тогда хотя бы что-то сделать. А так ерунда какая-то. Спасибо большое, спасибо. Да, Матильда, конечно, вчера просто удалась. Вы знаете, что мне Матильду показывали вчера в ГУМе, депутатам. Да. Депутаты были потрясены. Там вообще ничего. Вообще ничего. Вообще ничего. Аплодировали, да? Да, ну вот у нас публикация. Аплодировали стоя. Аплодировали. Ну, я не знаю, стоя или нет, но во всяком случае встретили аплодисменты. Ну, ты понимаешь, что это... Вот, аплодировали после просмотра. Ты понимаешь, что это, конечно, политическое аплодирование. Это политический акт. Это политическое движение. Ну, конечно. Да, но направлено против консерваторов. Мы отапсуем чуть-чуть. А консерваторов ли? Я думаю, что не столько консерваторов, сколько совсем таких радикальных консерваторов. Консерваторы в России испугались, что они разбудили быдломассу. Вот. Консерваторы в России есть. Сами консерваторы испугались. В том-то и дело. Консерваторы, полагая себя здоровыми силами общества, испугались разбуженной быдломассы. И они... И не хотят себя ассоциировать с ними. Вот эти вот какие-то странные корявые человечки из подземелья полезли. И консерваторы испугались. Потому что консерваторы думали, что, придя к власти в России, по-настоящему, овладев повесткой дня русской, консерваторы разбудят правильные силы физкультурников каких-то. Всюду будут идти юноши и девушки в костюмах физкультурников. А полезли корявые, замшелые убийцы из подворотни. И оказалось, что это они и есть, как бы, отклик народа на консерваторов. И это стало страшно самим консерваторам. Мы все это обсудим чуть позже в «Движении». Подъем в «Движении». Шесть баллов сегодня коллекционно. Слушайте, недавно, может быть, с полчаса назад пронесся с мотоциклами какой-то кортеж из Кремля во Внуково. Фиг знает почему. Путин у нас, значит, в Турции. Какие-то кортежи с мотоциклистами снуют тудым-сюдым. Мы не понимаем. Кто это снует? Почему с мотоциклистами? А нам и знать не надо. Не надо знать, не надо. Надо тайно предчувствовать что-то хорошее и доброе. Правда же? Накомендую новости. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. 9 утра в столице. В студии с новостями Антон Кравченко. Здравствуйте. Вимавиа договорилась с лизинговыми компаниями о сохранении всех самолетов. Об этом агентство РИА Новости сообщил представитель перевозчика. Он отметил, что переговоры с собственниками воздушных судов проходили на протяжении трех дней. Они пошли навстречу авиакомпании и оставили все лайнеры под ее оперативным управлением. Отзыв или мораторий на использование воздушных судов привел бы к ухудшению финансового положения, отметил представитель Вимавиа. Напомню, авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения действенности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты Вимавиа пока продолжает. Вопрос с перевозкой пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. ФСБ и МВД провели рейды по незаконному обороту оружия в 21 регионе России. Обыски были проведены у 62 граждан, которых подозревают в изготовлении и контрабанде оружия с территории Украины. В результате изъято 181 единицы огнестрельного оружия, в том числе ручной пулемет Калашникова, 11 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок и 121 пистолет и револьвер. Прекращена деятельность восьми мастерских по изготовлению боеприпасов. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Таиланд попросил турфирмы предупреждать клиентов о запрете на электронные сигареты. Власти королевства сообщили, что не имеют места случаи, когда иностранцы были не в курсе законодательного запрета. За использование вейпов и электронных сигарет туристы могут быть оштрафованы или арестованы. Например, 17 сентября в Паттайе двое российских граждан, имевшие при себе электронные сигареты, были задержаны полицией. Они привели в участки более суток и их отпустили под залог в размере 100 тысяч батов. Это более 3 тысяч долларов. Добавлю, что ввоз и использование электронных сигарет в Таиланде карается штрафом в 1 миллион батов, это более 20 тысяч долларов, либо тюремным заключением на срок до 10 лет. В ОНФ назвали российские города с лучшими и худшими дорогами. Самое хорошее покрытие оказалось в Тюмени. В первую тройку также попали Майкоп и Белгород. Как рассказал эксперт проекта под названием Дорожная инспекция ОНФ «Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов, худшим стал Владивосток. Провалился Владивосток на 36 пунктов. Мы увидели, что дороги там ремонтируют не те, которые хотят граждане. Нальчик провалился на 59 пунктов. Тверь тоже провалилась на 55 пунктов. Кстати, под Тверью, не доезжая 34 километра до города, мы пробили два колеса. Летели в яму. Провалился Орск наш на 90 пунктов. И Махачкала осталась на последнем месте, как и в 2015 году. Здесь все то же самое, стабильно. Дороги в плохом состоянии. Трехметровая яма на дороге. Рейтинг был составлен по итогам инспекции, проведенных в 110 городах страны. В целом, специалисты Общероссийского народного фронта отметили улучшение ситуации по сравнению с прошлым годом. В завершении выпуска информации о курсах валют. Доллар на сегодня 58 рублей 43 копейки. Евро 68,64. И о погоде в эти минуты в Москве плюс 7 в течение дня облачно. С прояснениями местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в Москве, по данным Гесметио, составит 9-11 градусов. В августе будет от 6 до 11 тепла. Таковы главные темы к этому часу. Антон Кравченко. Говорит Москва. У нас очень крупная компания, стабильная зарплата и оплачиваемый отпуск. А соцпакет у вас есть? Есть. Бесплатные обеды, ДМС и... Понятно. Спасибо, я вам перезвоню. Хэхэру. Выбери работу, которая подходит тебе. Ноль плюс. В Эльдорадо скидки всегда появляются. Вовремя. Намек поняли? Недели суперцен. Духовой шкаф горения с сенсорным управлением. Всего за 19 999 рублей. И скидка до 20% по акции. Не пропустите. Подробности в магазинах. Эльдорадо. Качество по лучшей цене. Телефон рекламной службы 737-8747. Код 495. Как помочь? И кому? Как попросить помощи? У кого? Генеральный директор благотворительного фонда «Подарок» Ангелу Анастасия Приказчикова. В эту пятницу после 12.30. Не подвиг, но доброе дело. Поступки совершают люди. И сами не могут объяснить сделанного. Пусть психолог поможет. По субботам после 8 вечера. Психология событий. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа, пастушок, поиграешь. Поиграешь, поиграешь. Ранья дров, Сережа. Все не вредно. Рожа. Девять часов шесть минут. Пятница, 29 сентября. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это радио говорит Москва. Говорит Москва. А Дарья Кноровин, ведущая этой программы. Ну, она озорничает. Давайте честно скажем людям, что озорничает. Что вы делаете? Мы просто хотели скинуть наушники. Мы хотели скинуть наушники. Но это очень громко вызовет. Ну, хорошо. Товарищи. Хорошо, мы продолжаем. Смотрились. Пытка такая. Меня пробило до костей. Хорошо. Значит, давайте про Чаплина скажем. Чаплин равноапостольный. Вы знаете, что я очень... Все время равняюсь на него. И вы знаете, что я завещал ему все, что на мне найдут после смерти. Знаешь? Нет, первый раз слышу. Здравствуйте. Все, что на мне найдут после смерти. Я завещаю Чаплину. Пожалуйста, что у меня есть. Вот у меня 30, 40, 55 рублей. 65 рублей. 65 рублей. Какая футболка из вашей коллекции отойдет? Это вот самый главный вопрос. Так, который на мне будет в момент смерти, отойдет Чаплина. Монашка. А я жену пугаю. Не будешь слушаться, отдам все Чаплину. У меня Чаплин постоянно... Чаплин постоянный персонаж в семье абсолютно. Равнопостольный. Очень люблю. Он говорит, что Хью Хефнер будет гореть в аду и уже горит в аду. Ну, извините, он жил в раю. Парабы... Он жил в раю, он жил в аду. Он жил в аду без духовности. Духовности-то не было. И веры не было. Он же атеист признанный. И он писал об этом, что он атеист. Хорошо. Всеволод Чаплин заявил, что он уже в аду. Хью Хью Хефнер. Ни секундочку. Передает всем привет. Журнал его рекламы пропагандирует блуд. Говорит равнопостольный Чаплин. Его идеология, не знаю, у кого идеология, журналы, вероятно, идет в разрез с теми идеалами, которые нам сегодня нужны. Это целомудрие, супружеская верность, заявил священнослужитель в комментарии у РАРУ. Пользуясь случаем, Чаплин предложил избавиться от присутствия журнала в России, как и от любых форм субкультуры, которая романтизирует блуд. Он романтизирует блуд? Я не читал. Я теперь понимаю, чем занят Чаплин. Он постоянно читает плейбой. А? Анализирует. Читает плейбой, анализирует, смакует и думает, как это излечить. Читает вот это и так далее. А я нет. Что там романтизируется блуд? Романтикой там не пахнет, честно говоря. Там не думаю. Господин Чаплин, значит, вы романтизируете блуд. Можно я скажу? Боритесь с этим себе. Я сейчас серьезно. На самом деле блуд, на самом деле блуд и женское донжуанство романтизируется в женских журналах. В женских журналах. Ну что, почему ты делала задачу? Я сейчас вспомню, какие женские журналы. Космополит. Ну они романтизируют. Они романтизируют приключенческое извлечение впечатлений. Секс в Большом Городе. В его случае не только секс в Большом Городе, но и вообще женские журналы романтизируют женское донжуанство, извлечение чувственных впечатлений, каких-то новых чувственных впечатлений, поиск чувствных... Вот как вы сейчас отвели взгляд Чаплина от... Конечно. Нет, я хочу, чтобы он пролил свой гнев на женщин. На женщин, понятно, понятно. Да, уважаемый Всеволод Чаплина, равнопосленный. Обратите внимание. Обратите свой гнев на женщин. Вот какие демоницы, грязные абсолютно. Тем более это соответствует постулатам, как мне представляется, вашей доктрины. Доктринальным постулатам о грязности женщин. Женщины грязные, и они постоянно похотливые и блудницы. Простите, пожалуйста. Ну и все. А Хефнер, наоборот, он стал их жертвой. Секундочку. Напомню. Да, после смерти Хефнер попал в ад, потому что он никогда не знал истинной христианской веры. Все, кто не имеет этой веры, оказываются вне Царствия Божьего. Их судьба совершенно однозначно ошибочна. Ведь ад тоже состоит, как сказать, ад — это часть мира. Часть мира, который подвластен Творцу. Таким образом, нельзя сказать, что ты вне Царствия Божьего. А? Ну, я не знаю, мне кажется, да. А Хефнер что говорил? «Религия — это миф». Это цитата из Хефнера, простите. «Религия — это миф, существующий для того, чтобы помочь нам объяснить процессы и явления, которые с научной точки зрения человечество пока объяснить не в состоянии. Первобытные люди использовали для этого астрономические и природные явления. Современные — веру в Бога», — сказал при жизни Хью Хефнер. Все, погнали дальше. Итак, накануне вчера, в четверг, произошло большое событие, с моей точки зрения. Это просмотр Матильды депутатами Госдумы. Все это было обставлено драматически. Значит, вначале они должны были посмотреть в здание Госдумы, затем... Испугались. Испохабить. Нет, испохабить. Причем пришлось бы потом приглашать попаса с кадилом, окропить помещение и так далее. Может быть, даже пришлось бы сжечь здание Думы. Пришлось бы. Ну, почему? Ну, а чтобы... Если не активисты сожгут, так им самим бы пришлось сжечь. Пришлось бы сжечь для очищения, имею в виду. Я не говорю про активистов. Нет, сама Дума вынесла бы закон о сожжении Думы. Ну, потому что испохабили бы. Здание было бы испохаблено и безвозвратно. И пришлось бы его сжечь. И на его месте построить, может быть, новое. Понимаешь, какое-то освещенное. Или они испугались Натальи Поклонской. В общем, они отправились в ГУМ, рассчитав, что ГУМ, это место... Развратное местечко. Настолько порочное местечко, абсолютно пахнущее нехорошим. И они туда поехали смотреть. И они аплодировали. Я теперь думаю, в чем знак этого, в чем знаковость этого аплодирования. Вас достали мракобесы? Потому что их достали мракобесы. А вас достали мракобесы? Это голосование. Я знаю, почему после Матильды Комитет по культуре Государственной Думы, который присутствовал почти в полном составе на просмотре фильма Матильда в ГУМе вчера, почему он аплодировал? Потому что их достали мракобесы. Понимаете? А вас достали мракобесы? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Скорее, они испугались мракобесов, потому что мракобесы стали набирать силы. И мракобесы, в общем, имеют своего представителя в Госдуме. Волей-неволей, не знаю уж, нравится ли это Наталья Поклонская, но она есть самая. Она есть представитель мракобесов. Она предводитель мракобесов, да, да, да. Сегодняшний лидер, духовный лидер мракобесов, это Наталья Поклонская. Вас достали мракобесы? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Потому что 136 звонят те, кто сами мракобесы. Собственно, мракобесское сообщество звонит. И испугались же своего собственного закона о защите чувств верующих. И вздохнули с облегчением после этого фильма, что там действительно нет никакого оскорбления. Они зааплодировали в восторге, что, слава богу, не надо... Верующие представлялись какими-то благими людьми, такими, знаешь, как вот, какими-то благорасположенными, добрыми, все такие какие-то очень позитивные и тихие, тихо-позитивные, без заражания конского, такие тихо-позитивные люди. Валящиеся. Верующие, они такие светлые, тихо-позитивные люди, да? Затаенные какой-то, блуждающие приятной улыбкой какой-то. И такие благорасположенные к миру, благорасположенные к согражданам. Такие верующие, правда же? Они же хорошие. Оказалось, что верующие, это, в общем, агрессивное очень сообщество. Агрессивные люди. Они просто очень агрессивные. Они готовы убивать, они готовы убивать. Ну, да, то есть, они готовы убивать, и они говорят об этом, что они будут убивать. И они об этом говорят, что будут убивать, жечь, что прольется кровь и так далее, и так далее. И это для власти, конечно, гигантский вызов. Потому что власть хотела стреножить, собственно. Понимаешь, с чем дело? Власть, если я позволю, я попытаюсь сам объяснить некоторые вещи, а потом мы приступим к разговору со слушателями. Власть, Даша, обнаружила некий вакуум смыслов. Вот это была проблема. Вакуум смыслов. Поясните, пожалуйста. В 90-е годы и в конце 90-х годов власть со всей очевидностью... Были, но это был успех. Такой, знаешь, такой нэйкт, как бы стального, с блеском, как кинжальным блеском. Это был успех с кинжальным блеском. Немножко опасный такой стилетный успех. Страшный для общества. И власть понимала со всей отчетливостью, что такой кинжальный, стилетный, страшный успех, он не может стать достоянием всех. Он, может быть, будет достоянием каких-то 100 тысяч человек во всей массе населения. Но все остальные, они должны почувствовать себя лузерами. В этой ситуации все остальные должны почувствовать себя лузерами. Правда же? То есть, условно говоря, этот смог, а мы нет. Ну, правильно? Ну, да. Ну, что мы думаем об этом? Еще он подонок, безусловно, да? А мы бедные, потому что мы честные. И вот в этой конструкции, что богатый подонок, а мы бедные, потому что мы честные, не хватает добавки одной. Понимаешь? Вот смотри. Мы бедные, потому что мы честные. И вот не хватает еще полфразы. И наше есть царствие небесное. Понимаешь? Вот здесь не хватает. Вот еще, значит, смотрите. Мы лузеры. Мы окаянные лузеры. Я сейчас говорю об идеологии 90-х годов. Мы лузеры. Мы окаянные, никчемные лузеры. Мы вонючие, пропащие лузеры. Дальше. Но ведь это потому, что мы честные. И честным быть лучше, чем бесчестным. Успешным. Бесчестный — это успешный. Значит, лучше быть честным. Ничего. Перегорюем. Перетопчемся. Ничего. И здесь вот не хватает фразы вот этой. Ибо наше есть царствие небесное. Понимаешь? И эту фразу им дали произнести. Я сам свидетель, как это было в начале 2000-х годов. Им дали произнести эту фразу. Ибо ваше есть царствие небесное. Вы окаянные вонючие лузеры. Но ваше есть царствие небесное. Понятно? Это же в сущности мораль рабов. Когда возникает христианство. Рабство еще на марше. Рабство, там колонны появляются в Риме. Мы хорошо знаем историю. Тем не менее, рабство еще на марше. И понятно, что люди в полном отчаянии. В полном отчаянии от того, что жизнь их сломана. И бесконечно она несущностна. То есть, их жизни вообще не существует. Их жизнь не стоит копейки. Ничего не стоит. В Римской империи древности. Им приятно осознавать, что зато наше есть царствие небесное. Понимаешь? Мы, конечно, унижены в этой жизни. И понимаешь, что мы проиграли эту жизнь. Но наше есть царствие небесное. И вот в этот момент религия, конечно, вот такая, что в этой жизни ничего нет. Но зато в той есть. Она побеждает. И в 90-е создается схожая ситуация. Тотального лузерства нации. Тотального лузерства мужчин и женщин. Которым достается вот это... И им это говорят. Пожалуйста, ваше царствие небесное. Ку-ку. Потом это подзабывается. Маленечко подзабывается. Потому что начинается экономический успех. И русские люди вместо царствия небесного отправляются в автосалоны в очередь за Маздой 3 и Ниссан Кашкай. Интересно, что сама церковь в этот момент набирает обороты. Набирает обороты, потому что им передают собственность массово, массированно. И начинается финансирование. Софинансирование, восстановление храмов и так далее. Но сами русские люди в этот момент забывают про царствие небесное, потому что они начинают стоять в очереди за Маздой 3. Потому что им говорят, Мазда 3 в нужной вам комплектации будет через 6 месяцев. Через 6 месяцев. И они стоят за ней в очереди. Я очень хорошо помню эти. Ну, многие помнят. Ну, так вот. Затем начинается кризис. В мае 2008 года падает биржа, как мы знаем, с 2400 на ниже 1000. То мы улетаем в результате. Значит, в мае 2008 года, короче, вот это все кошмар начинается. И экономический кошмар. Начинаются экстренные меры. Премьер-министр Путин дает поддержку государственную, рабочие места сохранить и так далее. В это время еще, я не помню такого восцветания религиозности. Восцветание религиозности происходит одновременно с протестными настроениями. И оно противопоставлено протестным настроениям. А, действительно, да. Да. Двушечка Пуси рает? Да. Двушечка. Она противопоставлена протестным настроениям. Понимаешь? Потому что там Пуси рает, как бы компрометирует либеральную идею. Пусть рает в сущности. Их за это ловят. Говорят, идите сюда, кисоньки. Кисоньки. Ну, Пуси это же на самом деле что-то мохнатенькое. Значит, идите сюда, кошечки. Мы вас поймали. Ха-ха. И мы вас накажем. Ха-ха. Вместе со всей вашей поганой либеральной идеей. Понятно. То есть их используют для компрометации. И они позволяют использовать себя для компрометации либеральной идеи. Это происходит. Но дальше, тогда, выходит во весь фронт государственная поддержка консерваторам. То есть все не либералы, все не либералы. Они хорошие. Все. Дальше получается подпитка через Крым. Потому что Крым это давняя, заветная мечта всех русских. Не только всех крымчан, но и всех русских. Воссоединение. Воссоединение Родины. Это существенно важнее, чем какой-нибудь Северный Казахстан или Донбасс. Крым это любовь всех русских. Крым это Крым в сердце у каждого русского. Понимаешь? Крым в сердце у каждого русского. И это получается серьезный аванс еще консерваторам. То есть вот консерваторы, вот они побеждают, побеждают, побеждают. Побеждают. С ними победа. И, наконец, приходят пещерцы. Наконец, выползают вот эти черти, которые будут убивать за веру. Убивать. Они будут убивать. Я убежден, что их сейчас не остановят. Они будут убивать. Реально будут убивать. То есть мы увидим убитых. То есть вот эта вот история с лидером христианского государства никак вообще не повлияет на развитие? Нет, нет, нет. Потому что у каждого исторического процесса политика и история это точные науки, подобные математики. Все, запущен, да? Подобные математики. Конечно, конечно. Вот ты сегодня, 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 значит, сажаешь лидера христианского государства, и сегодня же в Омске организуется молитвенное стояние против Матильды. Ну, это вот было действительно. В день посадки лидера христианского государства в Омске было проведено молитвенное стояние против Матильды. Потому что Россия имеет гигантскую инерцию. Гигантскую инерцию в силу... Потому что этот чувак подмазался под вот эти все лозунги против Матильды на самом деле, а оно шире, чем христианское государство. Значит, Россия имеет гигантскую инерцию сама по себе, да, как страна слабо сообщающаяся и распыленная таким тонкой-тонкой полосочкой по южной границе обитания человечества. Человечество не может жить севернее, либо может только выживать севернее. И вот Россия, она нанесена такой тонкой полосочкой по максимально неудобным, ужасным территориям, которые неудобны для жизни, для освоения. Но вот совсем юг, как бы, такой полосочкой есть. Но в силу этого гигантская инерция. То, что происходит в Москве, будет донесено до регионов через месяцы, через неделю, если включится административный аппарат, но через месяцы, если это делать только телевидением и каким-то дыханием мод, да. Значит, поэтому Россия инерция. И еще есть инерция у политики, и еще есть инерция у истории. История и политика имеют собственную инерцию. Поэтому после того, как лидер христианского государства сказал, что прольется кровь, его взяли. Но это не значит, что остановили процессы. Процессы продолжаются, и кровь прольется. Я говорю это. Обязательно прольется. Ужас. Понимаешь? Обязательно прольется. Потому что все эти пещерцы, все эти страшные существа, которые обязательно в фарватере любой религии следуют. Если, не дай бог, прольется кровь, то даже тогда не остановится это движение. Ну, потому что тогда действительно будет уже абсолютно активная атака. Ну, а ты помнишь? Я надеюсь. Ты помнишь игры с националистами? Вот просто эти, для примера, припомню игры с националистами. С националистами шли игры. Потом они убили, потом они убили нескольких человек в Москве. Борн вот этот. Да, да, да. Потом они приготовились убивать еще. И они готовы были убивать, и убивать, и убивать, потому что их все-таки взяли. Потом их все-таки взяли. Начали раскочивать. Ну, придушили. Вот в том-то и дело. Ну, что значит придушили? Ну, кровь-то пролилась. Да. Ну, кровь-то пролилась. Они сказали, прольется кровь. И их начали ловить. Но кровь пролилась. Так же будет и с христианами. Точно так же будет с христианами из христианского государства. Они объявили, что прольется кровь, и кровь прольется. Я говорю, да. Понимаешь? Это обязательно произойдет. Потому что инерция существует. Сейчас начнут по ним работать. Сейчас по ним будет создан отдел. Отдел. А кого туда возьмут? Атеистов? А их нет. Туда возьмут людей, которые им сочувствуют. Силовики очень сочувствуют ультраконсерваторам. Силовики, которые будут искать ультраконсерваторов, в высшей степени серьезно сочувствуют ультраконсерваторам. Так же, как силовики, которые искали нацистов, безусловно, сочувствовали нацистам. Мне говорил один из участников русских маршей, когда они проводились на набережной Шевченко, что он идет через строй ОМОНа под одобрительный гул и прямые приветствия нацистские от сотрудников МВД. Ничего себе. Я тебе отвечаю. Это один из наших гостей бывших, который ходил сюда в студию. Он участник русских маршей. И он мне рассказывал, что когда мы расходимся после митинга, мы идем под одобрительный гул людей, которые повторяют наши лозунги. Это ОМОН и это милиция. Бойцы повторяют наши лозунги. Они за нас. Они тоже нацисты. Говорил этот человек. Националисты. Ну, я считаю, что они нацисты. Я считаю, что они нацисты. Скажите, пожалуйста, мы никак не остановим это голосование. Вас мракобесы достали. Вас тоже мракобесы достали. 85% да. 85% да. 15% нет. Вот 15% это мракобесы и есть. Понимаешь? Но их уже меньше. У меня два года назад по всем подобным голосованиям мракобесов было 30%. Два года назад. Поклонская уменьшила их вдвое. Поклонская показала грязь. Поклонская разверзла бездну. Поклонская дала мерзкий запах пещерцев. Поклонская ударила в нос. Интересно. Поклонская ударила в нос. Люди жмурятся и щурятся от того, что Поклонская ударила в нос этой вонью. Понимаешь? Поклонская. Спасибо, Наташа. Родная, Наташ. Молодцом сработала. Наши крымские не подводят. Как она потеряла в своих рейтингах и позициях. Ну, два года назад Поклонская была в топе. Два года назад во всех подобных голосованиях за мракобесие голосовали 30%. Ну, вы по-другому ставили, конечно, вопрос. 30% слушать. Вряд ли голосовали за мракобесие. Всегда голосовали за мракобесие 30%. В разные дни по-разному от 26% до 32%. 28% в среднем голосовали за мракобесие. Сейчас только 15%. И вот теперь столкнулись с ним? Вот теперь 15%. А когда прольется кровь, останется 7%. Понятно, да? А они обязательно прольют кровь. Я вам отвечаю. Понимаешь? Значит, все это будет. И поэтому власть их испугалась. Что они поняли, что убивать-то будут власти. Но они власть. Знаешь, у меня Дугин. Можно я скажу про Дугина? У меня Дугин. В сентябре 2008 года старший Дугин заявил здесь в эфире. Ну, по-другому назывался станция. Заявил в эфире. На вопрос слушателя. Как Дугин и патриоты терпят Путина? Ну, как вы терпите Путина? Дугин впрямую сказал, что они передерживают для нас власть. Передерживают для нас власть. И передерживают лучше, чем если бы это делал Гайдар или Козырев. Ну, вот Гайдар, Егор Гайдар и Андрей Козырев. Передерживали бы власть хуже, чем Путин. А Путин передерживает лучше. Сказал Дугин. В сентябре 2008 года. Ровно за это я его выгнал из эфира. Я запретил его передачу. Я запретил передачу Дугина. В сентябре 2008 года. Старожилы редакции помнят это хорошо. Думаю, и Дугин помнит. Ровно за эту фразу. Что Путин удачнее передерживает для них власть, чем Егор Гайдар. То есть он им ближе, более близкий. Духовно близкий более человек. Но они все равно у него ее заберут. Вот это и страшно для власти. Новости. Внимание, внимание. Говорит Москва. Девять часов тридцать минут в столице. В студии с новостями Антон Кравченко. Здравствуйте. Похищенная Боря Масарака лет назад. Картина Айвазовского найдена на аукционе в Швейцарии. Как сообщил официальный представитель МВД, работу известного художника с торгов сняли. Сейчас ведется работа по возвращению ее в Россию. Речь идет о картине под названием «Вид на ревель», написанной в 1845 году. Ее оригинальное название «Море», а оценочная стоимость составляет более миллиона долларов. Произведение было украдено из собрания музея-заповедника Дмитриевский Кремль в 1976 году. Аспирантов вузов в Москву и попросили о бесплатном проезде в общественном транспорте. Движение «Студенты Москвы» разработало законопроект о предоставлении льгот. Документ уже направлен мэру Сергею Собянину, министру образования и в Мосгордуму. Об этом агентство РИА Новости сообщил руководитель движения Давид Арутюнян. По его словам, аспиранты и ординаторы обязаны присутствовать на всех занятиях, поэтому им крайне сложно найти работу. Основной их доход – это стипендия в размере чуть более 2500 рублей, большая часть которой уходит на оплату проезда. Арутюнян добавил, что Санкт-Петербург принял закон о льготах аспирантам. Суд запретил Челябинскому летному училищу готовить пилотов. Такое решение было принято из-за отсутствия сертификата учебного центра. Деятельность этой организации была признана незаконной. Разбирательство началось в конце августа и проводилось по иску транспортной прокуратуры. Представитель ответчиков судью утверждал, что сертификат Росавиации училищу не нужен, а прокуратура требует применить к образовательной организации, не относящийся к ней закон – Воздушный кодекс. Пресс-службы Челябинского летного училища сообщили, что будут обжаловать решение суда. И хоккейный клуб «Югра» возглавил тренер Анатолий Емелин. Об этом сообщает пресс-служба команды. Емелин сменил на этом посту Игоря Захаркина, с которым контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. По словам генерального менеджера Ханты-Мансийского клуба, изменение кадрового состава в тренерском штабе – это вынужденная мера для исправления ситуации. Отмечу, что с начала сезона «Югра» в 14 матчах набрала 9 очков и не побеждала в последних 8 играх. Ранее Анатолий Емелин возглавлял «Ладу», «Амур», «Новокузнецкий металлург», «Автомобилисты» Салава Фьюлаев, где он также работал ассистентом Захаркина. В завершении выпуска информации о курсах валют доллар на сегодня 58,43 рубля, евро 68,64 рубля. И о погоде в эти минуты в Москве плюс 7 градусов. В течение дня облачно с прояснениями местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в Москве, по данным Гесметио, составит 9,11 градусов, а области будет от 6 до 11 тепла. Таковы главные темы к этой минуте. Антон Кравченко, «Говорит Москва». «Говорит Москва». Реклама. В «Эльдорадо» скидки всегда появляются вовремя. Намек поняли? Недели суперцен. Духовой шкаф «Хотпоинт» с автопрограммами всего за 17 999 рублей. И скидка до 20% по акции. Не пропустите. Подробности в магазинах. «Эльдорадо». Качество по лучшей цене. Телефон рекламной службы 737-8747. Код 495. Радио «Говорит Москва» совместно с Русфондом собирает деньги на спасение 8-летней Лены Ждановой из Москвы. Первую операцию на сердце Лена перенесла в год. Несколько лет все было хорошо. Девочка пошла в школу, занималась танцами. Каждые полгода проходило обследование у кардиолога. Но на последнем обследовании обнаружилось, что оставшееся после первой операции небольшое отверстие значительно увеличилось в размерах. Нужна новая операция. К счастью, сейчас ее можно провести щадящим способом, без вскрытия грудной клетки. Сама операция будет бесплатной, но специальная заплатка «Окклюдер» бюджетом не оплачивается. Для спасения Лены Ждановой необходимо собрать 157 325 рублей. Вы можете помочь Лене, сделав СМС-пожертвование. Отправьте слово «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Дополнительную информацию о РУСФОНДе и детях, которым нужна ваша помощь, можно найти на сайте русфонд.ру Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. В эту пятницу после 14 часов. Говорит Москва Мы продолжаем. Значит, я хотел сказать, что наступление власти на пещерцев, на маркобесов подобных Поклонской началось. И сама Поклонская об этом рассказывает очень подробно. Она рассказывает, что у ее коллег, оставшихся в Крыму, которые выполнили предписание закона, как она утверждает. Но она оказала на них воздействие. Значит, сейчас я расскажу просто подробно. Вот у меня это. Crimea Press. Crimea Press. Значит, смотрите. Сразу после внесения предостережения руководителям кинотеатров о недопущении нарушения закона, то есть люди Поклонской, оставшиеся под ее влиянием в прокуратуре Крыма, вынесли руководителям кинотеатров в Крыму предостережения против Матильды. Немедленно была руководством инициирована проверка законности получения имя гражданства Российской Федерации в 2014 году. Получение имя российского гражданства отменено. Они больше не граждане. Выяснилось, что гражданство в 2014 году сотрудникам прокуратуры, которые оказались под влиянием Поклонской, было выдано ошибочно и с нарушениями. Гражданство Российской Федерации отменено для этих граждан. И они, видимо, должны будут покинуть Российскую Федерацию и убыть в Киев, где их посадят немедленно в тюрьму. За предательство Украины. Ничего себе. Жестко? Это жестко. Это жестко. Похоское западнее. Вот послушайте, что сделала власть и что делает власть. Власть ощущает угрозу пещерцев-мракобесов, идиотов, абсолютно серьезно. Власть ощущает эту угрозу как абсолютно серьезную. Рассказывает сама Поклонская, что люди, находящиеся под ее влиянием в Крымской прокуратуре, потеряли гражданство РФ. Теперь их выдворят на Украину и посадят в тюрьму, как предателей. Вот так. Вот так. Кто-то считает, это из наших слушателей, что она врет, что все не может быть такого. Может быть действительно есть такие сотрудники прокуратуры, но... Нет, есть сотрудники прокуратуры, которые вынесли предостережение в адрес владельцев кинотеатров. Есть такие. Да. И вот. Краймея Пресс, посмотрите, пожалуйста. Новый виток скандала вокруг Матильды. Поклонская против прокуратуры, прокуратура против Поклонской. Вот я читаю, как написано. Новый виток скандала. Прокуратура запретила демонстрацию трейлера фильма «Учителя» в кинотеатрах Симферополя. Прокуратура Крыма запретила трейлер показывать в кинотеатрах Симферополя. И их лишили гражданством. Затем запрет был снят. Была организована служебная проверка в связи с объявлением предостережения о трейлере фильма «Матильда». Согласно предварительным данным, внимательно слушайте, при подготовке акта реагирования должностные лица прокуратуры города грубо нарушили порядок рассмотрения обращений и принятия соответствующих решений. По результатам служебной проверки будет решен вопрос о персональной ответственности виновных работников, допустивших нарушения. Кроме этого, сразу после внесения предостережения руководителям кинотеатра и так далее, которые выполнены требования законности, инициирована проверка законности получения имя гражданства Российской Федерации в период Крымской весны. Сейчас получение имя российского гражданства отменено. Они больше не граждане России. Они не просто больше не сотрудники прокуратуры, они вовсе даже не граждане России теперь. Все, точка. Это прекрасно. Они больше не граждане России. Все. А не опасен ли этот ход на самом деле? То есть они вроде как выступают против... Сотрудники уволены из органов прокуратуры. А теперь испугаются все крымчане, которые... Они ходили там, слизывали мироточащий бюст, полизывали языками. Их не просто выгнали из прокуратуры, у них отобрали российское гражданство. Понятно, да? Хороший. Натали. 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 Я стою на коленях перед вами, Натали. По вашей разрушительной идее, она такая... Она такая... Ньюк. Настоящий Ньюк. Она такая большая бомба. Она... Она потрясающая. Наташ, умница. Умница. Она вынесет все к чертовой матери. Серьезно говорю. Ну, потому что правда. Потому что русская власть прагматична. И заигрываться с таким говном она не любит. Так что... Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Слушаю. Никак не получается. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, у меня какие-то проблемы, ребята. Извините, пожалуйста, что на самом деле, безусловно, вина на моей стороне. Я попробую сейчас аккуратненько так вот ползунок включить. Здравствуйте, да. Добрый день. Здравствуйте. А скажите тогда, в этом случае возникает такой вопрос. Те люди осужденные, тогда они что будут? Которые обвиняются, то есть по их судимости, так скажем, прокуратурой, этих сотрудников? Я не знаю, о чем вы говорите. Вы говорите, люди из прокуратуры, которых выгнали из гражданства? Прокуратуры, сотрудников прокуратуры, допустим, обвинили людей, там поймали людей, арестовали, да? Которые сейчас сами преступники, получается, да? Не граждане. Нет, обратного хода не может быть. Нет. Но, Сергей, в момент, когда они были на кафедре, они творили верно, а вот это решение отменено, а предыдущие, кого они поймали, преступники, все равно. Все равно преступники. Но, Сергей, получается, в России, ну, случайно, так скажем, если можно так говорить, не граждане России осудили гражданам России. Это правда, то, что вы говорите. Потому что у них, вот если идти через гражданство, то да, потому что у них изначально не было гражданства, потому что оно было дано ошибочно. Было ошибочное гражданство. Таким образом, вы правы в том, что все их решения должны быть... Но у них нет решений, ведь эта прокуратура, она не приносит решений. Она выступает в суде с обвинением. Решение судей... Влияет в любом случае, да? Влияет, влияет. Но судья решает. Судья должна была понять, что перед ней сатана в облике прокурора, и вот здесь как бы судья, так сказать, осуществить правосудие не в интересах сатаны. Понимаете, почему я? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, слушаю вас. Да, нет, не получается. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Юрий Москва. Юрий, слушаю вас. Вы хороший анализ провели по поводу вот... Очень поверхностный, как и свойственно журналистам. Да, прошу вас. Наша власть, она похожа на плохую маму, которая вырастила урода, наркомана, преступника, а теперь начинают его лупцевать со всех сторон за то, что он урод. Нет. Так они же сами вырастили. Да, можно? Позвольте с вами поспорить. Позвольте поспорить. Собственно, у нашей общества сейчас три пути. Один путь это идти в дикий консерватизм. Второй путь продолжать капитализм с элементами феодализма, который, собственно, приведет к социальным взрывам и приводит уже. Или же идти в социал-демократическое общество. А в социал-демократию мы сейчас не можем идти, потому что наша власть устроена так, что это она приговор самим себе подпишет. Дело в том, что мы не можем идти... Нет, подождите, ну, наша страна устроена так, наша страна устроена так, что социал-демократическое общество можно строить в Москве, Петербурге и еще в паре мест. Все остальные... Вы понимаете, страна настолько разновесная, федерация разновесная, что ваша искомая социал-демократия... Ой, он ушел. Ну, я хотел поспорить просто со слушателем, а я думал, он будет в линии, но он все равно нас продолжает слушать. Значит, я хочу сказать, что страна у нас очень разновесная всегда, когда вы фантазируете, у вас есть утопия какая-то относительно России, представьте себе, насколько она разновесная, понимаете, да? То есть у нас есть люди, живущие все еще в каком-нибудь бронзовом веке. У нас есть люди в бронзовом веке. Не знающие туалета. На полном серьезе, я сейчас говорю, я не шучу. Да, я понимаю. Я не шучу. У нас есть люди, живущие в каком-нибудь бронзовом... Живущие в позднем неолите. В позднем неолите. Еще не оформившие даже племен, да? Еще живущие родами и так далее. То есть это не... Ну, надо сказать, что... В чем тут социал-демократия? Какая социал-демократия? Вы же не будете наслаждать им социал-демократию оружием, силой оружия? Ну, не будете, правда же? Следовательно, надо какую-то усредненную конструкцию искать, которая будет понятна всем. Значит, русская власть... Позвольте мне суммировать ответ этому слушателю. Русская власть всегда строилась на службистской вертикали. Что такое русская власть? Это службистская вертикаль. Понимаешь? Ты просто служишь. Ты служишь, как офицер. Даша, вот ты служишь, да? Да. И ты начинаешь заигрываться, как офицер. Ну, ты вот служишь, но ты начинаешь заигрываться. У тебя, так сказать, там, боюсь, поселяются какие-то тараканы в голове, и ты начинаешь заигрываться. Либо заигрываться в либерализм. И все говорят, что... Не просто там 4 июля ходят на прием к послу Даша. Соединенных Штатов. А Даша уже как-то она, и вот ее видели и по ресторанам где-то, так сказать, с советниками посольства. Что-то она, ну, что-то переигрывает Даша, переигрывает. Одно дело сходить к послу один раз в год. Это каждый русский чиновник обязан сделать. Ну, хорошего ранга. Значит, другое дело сходить к послу пять раз в год. Это уже упаньки. А что это он? Понимаешь? А другое дело, третье. Есть пельмени с послом там в нерабочее время. Это уже... Ну, все, ну, все. Ну, человек заигрался. Значит, это с либерализмом и западничеством. Вот такая игра. Так. Заигрался. А славянный фил? Значит, тогда, тогда, тогда он предатель. Он предатель. Это понятно. Ну, он предатель. Значит, заигравшийся либерал есть предатель. Тот, кто нарушил рамки. А заигравшийся мракобес, консерватор, есть идиот клинический. Потому что предательство его никто не в силах заподозрить. Потому что все понимают со всей определенностью, что предатель он не может. А кто он может предать? Он нафиг никому не нужен в качестве предателя. Понимаешь? Он не нужен никому. Поэтому он, скорее всего, клинический идиот. Вот и все. И таким образом, русское чиновничество делится на три большие категории. Так, а третья какая? Ну, вот, собственно, службисты. Чистые службисты. Чистые. Чисто вертикальные. Непоношные. Чисто вертикальные службисты. Предатели. И идиоты. Это заигравшиеся службисты. Заигравшиеся службисты, ушедшие в патриотизм, консерватизм и ультраконсерватизм и так далее. Вызывают подозрение, что они клинические идиоты. А, значит, заигравшиеся в либерализм и любовь к космополитизму несут на себе подозрение, что они предатели. Вот так. Предатели или идиоты. Кто лучше? Если ты не хочешь быть предателем или идиотом, а кто лучше, кстати говоря? Вот вопрос. С идиотом, казалось бы, проще. Для вас конкретно. Для вас, конечно. Слушайте, давайте, я сейчас предлагаю голосование. Кто лучше, идиоты или предатели? Вот интересно. Ну, давайте, почвенники или западники? Нет, западники или почвенники. Давай все-таки по алфавиту. Для вас лично, кто симпатичнее, западники, 134-21-35 или почвенники, 134-21-36, 134-21-36, для вас лично, кто симпатичнее, в русской правящей элите? Существуют западники, почвенники и чистые службисты. Чистые службисты. Такие конфуцианские службисты. Значит, конфуцианские службисты, я думаю, ни у кого не вызывают больших возражений. Да? Потому что это очень типично и традиционно для России. Но среди конфуцианских службистов есть заблудшие овцы. Одни из них прут в ультраконсерватизм и считаются клиническими идиотами. А другие прут в западники и считаются предателями. Просто предателями. Обслуживают иные разведки, чужие разведки. Все. Вам кто симпатичнее? Вот эти предатели? Все-таки либералы-западники. 134-27-35. Или почвенники-клинические идиоты. 134-27-36. Кто все-таки симпатичнее? Значит, мы продолжаем. 134-27-35 вы за западников, 134-27-36 вы за почвенников. За почвенников и так далее. Значит, у меня сейчас, между прочим, 55 на 45. Западники побеждают. 56 на 44. 56 на 44. Предатели больше в цене, чем клинические идиоты. Видите? Это прекрасно. Все это хорошо. 57 на 43, пожалуйста. Все-таки растет. Растет количество людей, сочувствующих так называемым предателям. 59 уже, пожалуйста, процентов. 60 процентов. Очень быстро все растет. 73-73-93. 61 процентов. Пожалуйста, подключились, наконец, латентные предатели подключились. Они начали звонить. Все. И, наконец, 61 процентов. У меня 61. 61, 61. Несколько сотен. Я останавливаю. 61. Скажите, пожалуйста, кто вам симпатичнее? Западники, в скобочках, предатели. 61 процент. Почвенники, в скобочках, клинические идиоты. 39 процентов. 39 процентов. Видите? Клинические идиоты проиграли западникам. Ну что, это интересно. 73-73-94-8. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Доброе утро, Михаил. Здравствуйте, Михаил. Да, Михаил. Вы себе как представитель предателей, мне кажется. Да. Значит, вот люди, когда звонят, они сыпят терминами. Капитализм, социал-демократия, либерализм. Ну, вот эта мешанина, конечно, она вредит всегда всем. Да. В том, что вот, например, социал-демократия, реальная социал-демократия, та изначальная, представителем которой был Ленин и группа большевиков фактически до 903-го года. Потому что оставшаяся шестерка социал-демократов, это очень важно понимать. Значит, Мартов, Мартынов, Акселерот, Данцер, Этели и, конечно, Плеханов, да, стойкие социал-демократы. Да. И Ленин в том числе, который просто политически использовал ситуацию, естественно. Они, конечно, социал-демократия непосредственно связана с западничеством. Потому что социал-демократия – это результат культуры, культурного образования либерала, который отрицает вот то, о чем вы говорите, вот этот так называемый крайний консерватизм. Насчет этого, знаете, такие события происходили в мире. Вот. Поэтому вот сыпать просто терминологии... Да, да, но люди хотят казаться себе более значительными, когда произносят что-то из латыни. Я даже сам грешу. Нет, ну вы-то хоть как-то интуитивно... Вот у вас, конечно, элемент интуитивности очень сильно разговаривает. Вы очень невежественным человеком, я интуитивно попадаю иногда в десяточку. Спасибо. Это признание, Сергей, конечно. Да. Изначально стал демократический контекст политического образования, политического образования. Он непосредственно связан с научно-технической и промышленной революцией. Да. Это и Маркс не отрицал. Социал-демократ... Ну, подождите, не углубляйтесь. Посмотрите, у вас умали. Ваша образованность несколько нас губит. То есть вы образованы, а мы погибаем от этого. Скажите, ну что будут делать с пещерцами, с клиническими идиотами? Очень важный момент. Социал-демократии был положен конец в России однозначно. Сталинскими репрессиями. Все социал-демократы... Да. ...все победители был просто физически уничтожен. И, конечно, вот эти вот полукреликалы, вот эти пещерцы, они расцвели... Ну, Ваша, а сейчас что с ними будут делать? Власть, кажется, серьезно за них берется? Вы знаете, я вообще не очень-то как-то серьезно к ним, ко всем этим отношусь. Можно поиграть, эта мода проходит. Остается в России, как всегда, как всегда, вот так вот, скажем, службизм. Службизм. Вот такой разрисованной вот идеологию. Да. На самом деле колоссальные имущества, накопленные сейчас группой власти, да, конечно, будут доминировать в положениях, связанных с решениями, с поступками. Это охранение невиданной в истории, невиданных в истории богатств, полученных... Структурно мы ордынцы, структурно мы ордынцы. О, вы опять интуиция. А, значит, мы формально заняты прусачеством, идеологически прусачеством, а эстетически мы византийцы. Вот и все. Да, да, и правильно. Вот с прусачеством вы немножко здесь, нам очень тяжело в России всегда было. Мы, понимаете, что такое прусачество? Пусачество, это то, это то, это наша мечта. Наша мечта, знаете как, это мечта ордынца проснуться пруссаком. Нереализованная, немогущая. Конечно, конечно, поэтому мы завидуем немцам, потому что они... Они настоящие, перфектные... В том-то дело, немцы это настоящие перфектные русские, вот в чем дело. Ну, конечно, поэтому мы хотим научиться стать немцами. Понимаешь? В этом же смысл. То есть мы ордынцы, ордынцы, мечтающие о прусачестве. В этом смысл и содержание, и несовершенство наше, и всегдашняя устремленность. Однажды стать прусаками. Понимаешь, в чем дело? Да. Потому что нам по-настоящему царит параграф. Царит параграф. Повелевает параграф. Реет над землей параграф. Ну, вот этого в ордынстве не хватает. Понимаешь? Мы хотим стать... Что у немцев от ордынцев, интересно? У немцев от ордынцев мы. Понимаешь, немец превращается в русского, а русский в немца. Это правда. Это значит, что мы единое... Мы некое единство, разрушенное нелепой судьбою. Потому что немец, прожив, например, 10 лет в России, превращается в русского. Он становится алкоголиком, он и так далее. Он говорит полицейскому потом в Германии, давай, командир, разберемся. Давай, командир, разберемся, поговорим. И так далее. Серьезно говорю. Одного из наших корреспондентов, телевизионных немцев, которые здесь прожили, по-моему, 15-20 лет, его посадили в тюрьму. Потому что он, приехав в Берлин, он сказал полицейскому, командир, ну, давай, может, разберемся как-то. Может быть, я смогу оказать помощь какую-то. Его посадили в тюрьму сразу. Ну вот, то есть немец становится русским. Становится русским. Вот ты стала русской. Да. Немка. Все, немка стала русской. И наоборот. Но мой внутренний немец, он еще живет. Да. Но и наоборот, русский, который прожил 20 лет в Германии, становится немцем. То есть в силу возможности взаимного превращения, понимаешь, как у волка и собаки бывает потомство. В силу возможности взаимного превращения, мы некая единая сущность, разделенная нелепой, несправедливой судьбой. Но мы ордынцы, желающие стать прусаками и в то же время эстетически тяготеющие к византийскому оформлению. Понимаешь, все это византийство. Нелепое. Нелепое. Избыточное. Безусловно, абсолютно избыточное. Прячущее в избыточности свою пустоту. Понимаешь? Что прячет византийство в избыточности? Зловещую пустоту. Понимаешь, там нет ничего. Она импотенцию. Все эти виньетки прячут импотенцию. Ты понимаешь, в чем дело? Вот в чем дело. Ведь на самом деле. Подумай о Византии. Что такое Византия? В смысле сущностном. Это импотенция. Это интрига. Это в сущности интрига. Интрига. Стравливать одних с другими. Стравливать одних с другими. С кем ты говоришь сейчас? Со мной. Потомков гунов, куртигуров. Ты же знаешь, что с нами сделали византийцы? Что? Что с вами сделали византийцы? Ты не знаешь эту историю? Нет. Мы куртигуры. Были натравлены византийцами за византийское золото. Мы уничтожили братьев наших уйтигуров. Мы куртигуры. И потом у вас все... Нет, нас кооптировали, мы стали болгарами. Ты же знаешь, что я болгарин? Да, это я знаю. Что я болгарин, знают все. А кто такие болгары этнические? Это куртигуры, гунны-куртигуры, понимаешь? Этих гунов-куртигуров против персидского... То есть мы продались в Византии, а наши братья-уйтигуры продались персам. Мы вырезали наших братьев, и за это нас наградили тем, что дали земли. Так прекрасно же. Радуйтесь, Куртигуры. Южнее Дуная. Я радуюсь, как Куртигур, я радуюсь. Я радуюсь, что нам дали земли южнее Дуная. Но это пример управления византийского. Импотентности и склонности к интригам. Нас, Куртигуров, натравили на уйтигуров, потом впустили в себя, а мы их потом съели, этих византийцев, понимаешь? Вот в общем нелепость византийского управления. Товарищи, я все-таки хочу вернуться к лидеру христианского государства. Теперь, когда с нами гуннами стало более-менее понятно. Лидер христианского государства мог приобрещаться к радикальным взглядам в храме-приколонии, оказывается. Когда он после убийства, вы знаете, что они задушили женщину, задушили женщину, которая подружка матери, лидера христианского государства, господина Калинина, они задушили подружку матери. Они ее ограбили, да. 75 тысяч взяли у нее и задушили ее. Его посадили. И он ходил постоянно в храм Анастасии Узарешительницы в колонии ОИК-30 в Канарийске. Там есть храм Анастасии Узарешительницы. Могу вам честно сказать, у нас тоже была проблема с некоторыми священниками, как говорит сейчас руководство, которые страдали примерно теми же идеями, что Александр Калинин. То есть священничество, которое сидело там в Узарешительнице, в Анастасии в Узарешительнице, священничество, оно занималось пропагандой и проповедованием радикальных взглядов. Определенные достаточно резкие суждения предыдущих пастырей были, признает сейчас руководство СИЗО. Радиостанция, говорит Москва. Папа говорила с руководством СИЗО, где сидел господин Калинин, руководитель христианского государства. И руководство нашей радиостанции, руководство этого СИЗО, нашей радиостанции сообщило, что да, священник во времена, когда там сидел господин Калинин, в Анастасии Узарешительнице в храме проповедовала радикальные взгляды. Откуда они у него и появились? Потому что, когда он душил бабку, у него еще не было радикальных взглядов. Он был человеком мягкотелым, мягкотелым, и готовым воспринять любую здоровую религию и идеологию. И он воспринял Узарешительнице. Он воспринял. Вот и все. Поехали дальше. Подъем в движении. Шесть баллов. И на четыре часа по циферблату от Люберец плохо на внешнем каде, очень плохо на одиннадцать часов по циферблату. Внешний МК тоже. Внутренний на пять часов по циферблату авария. Идем внутрь, заходим мы с вами, ажник до третьего кольца, и мы видим с десяти до часу, до двух по циферблату на третьем транспортном кольце. Проблемы в обе стороны. Садовое кольцо. Нехорошее. Нет. Новый Арбат адский. Вообще адский. Якиманка, Новый Арбат, Москворецкая набережная, и все, что до нее, вот это все ужасно. Да, и Пятницкая стоит для ничего. Но тут ремонт. Вот почему. Новости. Внимание, внимание. Говорит Москва. Девяносто четыре и восемь. Десять часов столицы. В студии с новостями Антон Кравченко. Здравствуйте. Авиакомпании начали массовый вывоз из Турции клиентов Вимавиа. Об этом интерфаксу рассказала пресс-секретарь Российского Союза Туриндустрии Ирина Тюрина. Накануне на совещании в Минтрансе был разработан план по перевозке туристов на курорты и обратно в Россию. К этой работе подключились авиакомпании Ямал и Red Wings. В ближайшее время российские граждане на родину будут доставлять две турецкие авиакомпании. В течение сегодняшнего дня должно появиться точное расписание вывоза и завоза на курорты туристов с билетами Вимавиа. Ситуация с вылетами рейсов этой компании обострилась в минувшие выходные. В понедельник представители перевозчика признались, что не имеют ресурсов для продолжения работы и прекращают чартерные рейсы. Проблему решают Минтранс и Росавиация. В Крыму поймали следивших за Черноморским флотом украинских шпионов. Как сообщает ФСБ, задержаны это граждане России Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов. Они собирали и передавали спецслужбам Украины сведения, составляющие государственную тайну. Отмечается, что Долгополов, военнослужащие, его подразделение дислоцировано в Крыму. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Виновным грозит до 20 лет заключения. Более 15 человек погибли в давке у железнодорожной станции в Мумбаи. По данным индийской полиции, порядка 20 человек получили тяжелые травмы. Инцидент произошел сегодня утром на надземном переходе между двумя станциями железной дороги. Точная причина пока не установлена, но, как отмечают СМИ, утром на город обрушился ливень, в результате чего многие жители решили воспользоваться пригородными поездами. Пассажиропоток вырос, на переходе образовалась давка. Точное число жертв пока неизвестно, но власти сообщают минимум о 15 погибших. В Москве начался отопительный сезон. Тепло в социальные объекты и жилые дома опустили накануне вечером. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, подача отопления началась раньше срока. Вообще, по постановлению правительства Российской Федерации, отопление включается, когда в течение пяти суток средняя температура ниже восьми градусов. Мы еще этого порога не достигли, но действительно поступают жалобы от москвичей, и я дам поручение, чтобы начинали подключать жилой фонд Москвы. В Московской объединенной энергетической компании сообщили, что сначала отопление будет поступать в социальные жилые здания, а затем на промышленные предприятия и в офисы. В завершении выпуска информации о курсах валют доллар на сегодня 58 рублей 43 копейки, евро 68,64. И о погоде в эти минуты в Москве плюс 7. В течение дня облачно с прояснениями местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в Москве по данным Гесметио составит 9,11 градусов по области от 6 до 11 тепла. Таковы главные темы к этому часу. Антон Кравченко. «Говорит Москва». Внимание, внимание! «Говорит Москва». «Говорит Москва». 94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Реклама. У нас очень крупная компания, стабильная зарплата и оплачиваемый отпуск. А соцпакет у вас есть? Есть. Бесплатные обеды, ДМС и... Понятно. Спасибо, я вам перезвоню. «Хэхэру». Выбери работу, которая подходит тебе. Нуль плюс. В «Эльдорадо» скидки всегда появляются. Вовремя. Намек поняли? Недели супер скидок на все телевизоры Sony. Например, смарт-телевизор Sony всего за 34 999 рублей. И скидка до 25% по акции. Не пропустите. Подробности в магазинах. «Эльдорадо». Качество по лучшей цене. Телефон рекламной службы 737 87 47 Код 495 Гудошника. Гудошкин, вот и Гудошкин. Молодой. Сиди, работай в Москве. Все, поши. У меня есть практика в этом плане. Посидеть нормально, потрещать. Гудошкин, ты нужен, ты в Москве нужен. Ты молодец. Чего вообще такое творится? Программа Алексея Гудошникова. По будням с 6 до 8 вечера. Говоритмосква.ру Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфиров сеть и обратно. Говоритмосква.ру По вопросу размещения рекламы на сайте звоните 950-6226 Код 495 Внимание! Говорит Москва. Слушать, думать, знать правильные глаголы. 94,8 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа, пастушок, поиграешь. Ранья, друг, Сережа, Сережа, серебряная рожа. Рожа. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это Радио Говорит Москва. Говорит Москва. Дарья Кнор, ведущая программы. Здравствуйте. Слушайте, ну хорошо, давай посмотрим доллар. Давай посмотрим доллар и все такое. А что, Навального задержали уже, да? Да, по дороге на вокзале. Задержали, задержали. И все. Хорошо. Ну, не этого ли он хотел, может быть, он этого хотел. Может быть, это игра какая-то ужасная. Он мчится в Нижний Новгород. Он мчится в Нижний Новгород. Он точно понимал, что его не будет, потому что у него на сегодня согласован митинг в Петербурге, то, соответственно, он мчался не туда, куда ему согласовали и так далее. Понимаешь? Можете проверить, ребята, мне вчера спрашивают, какие пруфлинки у меня есть, что на сегодня у него Петербург и Челябинск, и Курск. Да. На сайтах администрации есть это. На сайтах администрации, как мне сказали, я сам не на сайтах администрации это узнал. Я узнал, это мне верно Чак шепнул. Но на сайтах администрации говорят, конечно, конечно, пруфлинк есть там. Слушайте, значит, чего я хотел сказать? Я хотел про доллар сказать. Вот что интересно по-настоящему. Давайте посмотрим, пожалуйста. 58.06. Ну ты довольна? Ну ты этого хотел? Что я не понимаю? 58.06. Что тебе больше нравится? Скажи, тебе больше нравится, чтобы рубль был сильный или чтобы был слабый? Ты хочешь летать в бизнес-классе или в экономе? Сильный хочу рубль. Я-то летаю в экономе, в отличие от богатых телеведущих. Да. Что? Когда я был телеведущим, за мной присылали самолет, дорогая. Я никогда не летал в бизнес-классе. Когда я был богат, за мной присылали самолет. Просто. У вас просто был первый класс. У меня просто был собственный самолет. Да, собственно. В любом случае, я омерзительно сидел спиною к полету. Ну знаешь, в этих вот джетах, бизнес-джетах, когда вы сидите вдвоем, нам, я любил попросить девочку, которая заказывала самолет, чтобы они были с японской кухней. Чтобы, ну, чтобы быстро на борт доставили японскую кухню. И вот. И когда ешь эти все эти... Японская кухня, конечно, из Японии, естественно. Нет, ни в коем случае. Нет, только свежую. Нет, только свежую. Только свежую. Из Москвы. Ну вот. Ну хорошую, хорошую японскую кухню какую-то. И там, пожалуйста, из Лондона, неважно. В общем, где ты... Я все время хотел, чтобы японская кухня. Тогда в 90-е это было ужасно модно. И мы не боялись соли, соевого соуса. Понимаешь? Значит, я летал спиной иногда, когда какой-нибудь хозяин самолета сидел лицом к движению. Но это было со мной такая оскорбительная, я бы сказал, оскорбительная вещь. Но такого, чтобы вот... Нет, в бизнес-классе я не летал. Прямо сразу самолет. А теперь я летаю в экономе, потому что я бедный. Хорошо, вернемся к моей бедности чуть позже. Я надеюсь, ей займется Навальный однажды и, наконец, обнажит миру мою бедность. Наконец, все-таки кричащую. 58,08 я сказал, 58,09. 68,49. 57,33 нефть. 57,33 нефть. Понятно? Все последовательно понижается. И 1,17,91 все еще сильный доллар здесь в коридоре, так же, как и вчера. Хорошо, ребят, давайте поговорим о чем-нибудь приятном. Например, по судачам о Соловьеве. Его достаток имеет значение или не имеет значение? Абсолютно не имеет значения, поэтому зачем он вообще объясняется, в принципе, бизнес у него какой-то там? Не знаю, не знаю. Кстати говоря, никакого бизнеса. Ну вот зачем он это придумывает, если нет никакого бизнеса? В 90-е я знал человека, которому принадлежала фабрика по выпусканию этих аудиоколонок, которые приписывают себе Соловьев. Он сам, когда выпивал со мной, очень удивлялся. Говорит, Володька все время приписывает себе мою фабрику, но я, говорит, просто улыбаюсь, потому что, ну, это неправда, но с другой стороны, Володька уже привык. Ну и потом пиар, все-таки реклама какая-то. Нет, Света. Говорит, я выпускал, говорит, аудиоколонки, чувак, говорит, мне, ну, знакомый. А Володя, говорит, говорит, что это его фабрика. Ну, я, говорит, так вот слышу, так улыбаюсь, говорит, думаю, наверное, ему для чего это нужно. Ну, хорошо. Ну, пусть рассказывает. Понимаешь? Ну, у меня был бижут. Читрый человек новый. Да, пожалуйста, и все. Ну, слушай, значит, спасибо. Для вас, почему это вообще интересно? Вам интересно про Соловьева? Вам вообще интересно про Соловьева и его имущество? Вам вообще интересно? Да, 134-27-35, да. 134-27-36 нет. Ну, какая разница? Он все равно, все равно не богат. Ну, давайте откровенно скажем. Что такое вилла на Озере Кома? Ну, там, не знаю, четырехэтажные. Да это у всех вилла на Озере Кома. Можно скажем? Ну, сколько ты думаешь, она стоит? Ну, я смотрел фотографию. 10 миллионов долларов. Евро. Ну, хорошо, ну, 7-10. Ну, зависит, правильно? Ну, 10. Ну, 10. Видите, как я уже оперирую цифры. Ну, 10, 10. Я уже поняла, привыкла. Да, 10 миллионов евро. И что? 10, хорошо. Дом здесь, внутрях этих, ну, 6. 16 вместе, 16. Ну, 16. Ну, квартира, 3, 3, 3 квартиры, так сказать, там, хорошо, пусть 4. 16, 4, 20. 20 миллионов долларов. И что, это много, что ли? Я не знаю. Это что, много, что ли? Мне вообще плевать сколько. Скажите мне, куда передать деньги Володе? Боже, можно я пошлю курьера? Боже, он нищий. У него 20 миллионов долларов всего. Фу ты, Господи. Ну, что ты будешь делать, а? Мне, я недавно обедал с одним руководителем, частный, абсолютно частный, средством информации, и он мне так крестя говорил. Он мне говорил. Я говорю, ну, ты же на заемной живешь. Я говорю, ты же на заемной живешь. У тебя же долгов, как шелков. А он мне говорит, ну, я сороковник-то вешу. Ну, 40 миллионов долларов. То есть у него, ну, он говорит, заемный, ну, я его упрекнул, что он на заемной живет, что у него своих нет. Своих. И он такой, у меня своих, ну, сороковник-то я вешу. Вот. Понимаешь? То есть он живет на 80? Ну, он живет на 280, может быть, я не знаю. Но у него своих 40 миллионов долларов, как бы чувак говорит. В год. То есть он может, условно говоря, если все скинуть, если отдать кредиты, не считать кредиты, если отдать то, что есть, то сорокет у него есть, 40 у него есть, как бы он мне говорит. Понимаешь? Ну, и все. Потом наши пути расстались и разошлись, и я не то знаю. Ну, это давно все. Я к тому, что Володя, ну, как бы, ну, вот, ну, хорошо, мы насчитали 20 миллионов. И что? И что? Что человек не может за всю жизнь заработать 20 миллионов? Хорошо. Вас это за... Ну, может, наверное, мне кажется, нет? Ну, все ему везет, если он в струе, если он все... А? Ну, да. Хорошо. Остановить голосование. 66 на 34. Давайте я буду защищать Соловьева. Так. 66 на 34. 66%... 66 интересно? 66 интересно, а 34 неинтересно. 60... Вы бы хотели, чтобы Соловьев... Нет, скажите, пожалуйста. Интересно, а люди осуждают Соловьеву? Вы бы больше верили бедному Соловьеву или богатому? Это тоже голосование. Пожалуйста, я вас очень прошу. Вы бы больше верили бедному Соловьеву. 134, 27, 35. Вы бы больше верили богатому Соловьеву. 134, 27, 36. Богатому Соловьеву. С недвижкой на 20 миллионов долларов и так далее. Вы бы больше верили бедному Соловьеву. Бедному, потому что, ну, один из вас. Но он к тому же работает на государственном канале. С другой стороны, там форма собственности компания. Ты понимаешь, в чем дело? Сейчас я объясню, что это значит. Я сейчас объясню, что это значит. Это компания. Государственная компания, но это акционерное общество. Российское телевидение. Так. Я очень хорошо помню, потому что я один из основателей российского телевидения. Я 13 мая 90 какого года? Сейчас скажу. 91 года. 13 мая 91 года. Я делал сюжет для первого выпуска вестей российского телевидения со Светой Сорокиной. Света была ведущая. Я 13 мая. Конечно, конечно. Я один из отцов, основателей этой радиостанции. То есть, простите, этой телекомпании. И радиостанции, и телекомпании. Телекомпании. Телекомпания. Я хочу сказать... Нас было 30 человек всего, и мы были успешны. Класс. Значит, слушай. Я хочу сказать, что это была государственная компания, но компания с государственным капиталом в сущности компания. Поэтому Володя Соловьев может говорить... Здесь вот Давыдов Индекс сейчас пишет в Телеграме, что почему вот он столько получает в государственной компании. Это не государственное учреждение. Это надо понимать. Если бы это было государственное учреждение, то Володя Соловьев должен был получать бы оклад. Жалование. Жалование. Ну, госучреждение. А так как это компания, то она ведет самостоятельный бизнес. И у нее есть капитализация тоже. И Володя мог сказать, мог сказать, придя в компанию, на переговоры, он мог сказать, скажите, пожалуйста, вот какова капитализация вашей компании? С моим приходом она будет больше или меньше? Больше. Ну, больше. А если капитализация будет больше, если я дарю вам больше, то почему дядя должен класть это в карман? Пусть дядя называется государство. Кого парит? Кого парит? Собственник. Собственник. Государство. И чё? Ну, и чё? Ну, если собственник государства, то это все равно собственник. Значит, собственник с моим приходом становится богаче. Вот как бы я вел переговоры, если бы я был на месте Соловьева? Я остановлю голосование. Значит, бедный Соловьев больше бы понравился 83%. 17% богатый Соловьев. Смотри, я прихожу в компанию. У неё собственник. Эмир Бахрейн. А меня не парит вообще. Есть собственник. Собственник. Значит, этот собственник с моим приходом богаче становится или беднее? Допустим, богаче. Богаче. Ну, конечно, богаче. Ну, конечно, богаче. Очевидно. Очевидно, богаче. Если меня не хотите, ребята, наймите Васю Фарточкина или Петю Пропердыкина. Зачем вы меня наняли? Ну, я не знаю. А я говорю, значит, вы становитесь богаче. Окей? Я правильно смекнул? Правильно. Вы богаче становитесь. Вы можете поделиться со мной какой-то долей? Ну, вот я вам создаю реальное богатство. Понимаешь? Ну, компания стоила там столько, а стала стоить столько со мной. Просто не верится, что это миллионы долларов. Понимаете? Вот в чем вопрос. Если мы посчитаем капитализацию компании... Можно я расскажу, как я разговаривал? Я тебе, можно я расскажу, как я разговаривал с Гусинским? Сейчас скажу. Это было начало июня. Присутствовал Олег Добродеев, который тогда работал на Гусинского. Это было начало июня 99-го года. Начало июня. Потому что Олег перешел на ВКТРК в феврале 2000-го. Мне говорит Гусинский. Сережа, я сделаю тебя богатым человеком. Володя говорит. Я говорю, ну, расскажи. Я тебе буду платить 240 тысяч долларов в год. Он мне говорит. 240. То есть двадцатку в месяц. Долларов. 99-й год. Я ему говорю, Володя, а давай я тебе буду платить 240 тысяч в год. Он мне говорит, серьезно, господи. Да наоборот. Я говорю, Володя, ты будешь издеваться надо мной, или мы серьезные люди? Если мы серьезные люди, давай считать следующее. Ну, просто я тебе расскажу сейчас. Слушай, что я говорю, Володя? Я говорю, Володя, у тебя в часе реклама стоит 100 тысяч долларов. В часе. Ну, телевизионная реклама, знаешь, сколько стоит? Да, ну, это очень дорого, да. В часе реклама стоит 100 тысяч долларов. Это в 99-м году. 100 тысяч. Значит, я делаю передачу на час. Ну, 52 минуты. Значит, ты получаешь за только рекламу на моей передаче 100 тысяч каждую неделю. Окей? Ну, просто я не говорю. 100 тысяч в неделю ты получаешь за рекламу. Правильно? Так. Правильно. Соответственно. Ну, давай на неделю так и считать. 100 тысяч. Давай. Ты тратишь на спутники хренову тучу денег. Это правда. Потому что спутники стоят, ну, несоразмерных денег, ну, просто абсурдных денег. 40 тысяч. Ты тратишь на спутники? На самом деле нет. Значит, ты тратишь не 40, там, ну, 20, не знаю, сейчас не понял. Еще я вывел Володю, я говорю, ну, хорошо, ты тратишь 20 тысяч на спутники, 30 тысяч. На сколько ты тратишь на спутники? Сколько ты тратишь на помещение? Правильно? У тебя помещение арендованное, тогда в Останкине они сидели. Я говорю, ты в Останкине ты арендуешь, ты тратишь на помещение. Ты тратишь на всю эту, значит, шоблу администраторов, ра-ра-ра-ра, там, киберозин, бензин, керосин. Команда, которая работает на вашу проблему. Нет, команда я плачу, спокойно. Хорошо. Значит, ты на всю эту шоблу администраторов, там, пьяных сантехников, пьяных осветителей, на них на всех тратишь деньги. Окей? Нет проблем. Давай тебе скажу, ты половину бери. Нет, 40% на это все. Дальше. На мою команду давай заплатим, не знаю, 20%, 20 тысяч за раз. Это много. Они сойдут с ума, запьют и бросятся все со скалы куда-то. Ну, как можно 20 тысяч за одну передачу раздать команде? Это по тысяче. Ты не представляешь, сколько тогда деньги стоили? Ты не представляешь, в 99-м году, что такое было, тысячу за программу получить долларов. Это ужас, как много. Ужас, как много. Ну, хорошо, пусть мы им дадим много, они сопьются и бросятся со скалы. Ты, дай мне 40%. Я говорю, Володя, 40%. 40 тысяч за программу. То есть, 160 в месяц. Я ему говорю. Теперь, говорю я, Володь, из моей доброты, и что я хочу остаться твоим другом навсегда, я тебе дам половину с этого. Я тебе подарю половину. Ты мне дай 160 в месяц, а я тебе подарю половину. Почему? Хочу просто так. Но я богатый, почему мне не подарить тебе половину? Окей? Мне останется 80. Я говорю, теперь не будь хитрым, округли до 83. Почему? Я объясню, почему. 83 умножить на 12 дает миллион в год. Ну, 83 умножить на 12 дает миллион в год. Я говорю, тогда так. Ты мне должен 80, но я тебе подарил тоже 80 в месяц. И ты за это округляешь до 83, как добрый парень. Ну, ты добрый парень. Боже мой. Ну, я умоляю. Ты 83. Ты мне должен миллион в год. Окей? Какие 240? Я говорю, Володь. Мы с тобой нормальные люди. Мы хотим расстаться с друзьями и не плевать друг другу в глаза. Зачем это нужно? Или ты мне платишь миллион в год, или я пошел. Вы согласились? Я согласился на миллион в год. А он согласился? Гусинский не согласился. А я был тогда без работы в июне 99-го. Меня выгнали с Первого канала благодаря Евгению Максимовичу Примакову. Так. Который лично об этом просил. Покойник был злопамятен. Значит, и... А что же я сделал? Это было, что помните. Что же я сделал? Что же я сделал? Нет, ему еще не было чего помнить. А еще в тот момент? Это было июнь 99-го. После того, как Володя не взял меня за миллион долларов на работу, я пошел к Боре. За два. Пойти к Боре нельзя было, потому что Боря был тогда в изгнании. Он сам приехал в начале августа. Серега, мы всех сделаем, мы всех трахнем. Вот это вот его знаменитый крик. Мы всех трахнем. Вот он. Все, 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 все. Ты можешь приехать на Сокол, Боря такой. Ты можешь приехать на Сокол? Что? Я говорю, куда? Зачем? Я еду из Шереметьево. Я подхвачу тебя на Соколе. Мы будем говорить в машине. Я в Кремль. Он несся утверждать вот эту вот идею нового премьер-министра. Нового премьер-министра, будущего президента. Он несся на своем Мерседесе. Понимаешь? Ты приезжай на Сокол. Я тебя подхвачу. Мы приостановимся. Мы приостановимся. Ты зайдешь в машину. Потом тебя отвезет моя охрана. Скорее, скорее, скорее. Я поехал на Сокол. Я был в Крылатском, поехал на Сокол. Влетел в его машину. Все, мы всех сделаем. Мы всех сделаем. Мы решили. Все понятно. Сережа идет. На свидание Сережи. Сережа был Степашин. Сережа был Степашин. Сережа пошел нафиг. И так далее, и так далее. И началась новая жизнь. Понимаешь, в чем дело? Значит, я тебе рассказываю, как бы я на месте Володи говорил с Добродеевым. Ну, я бы сказал, единичка в год минимум. Ну, а реклама-то стоит по-прежнему 100 тысяч в часе или нет? Ну, мы нормальные люди или нет? Ну, мы нормальные люди или нет? Я хочу это понять. Ну, почему я за копейки должен работать? Я не понимаю. Ну, не хочешь? Найми Васю Фарточкина тогда. Пусть тебя Вася Фарточкин там гундосит что-то гунявое. Пожалуйста. Ну, что? Ты же сам хочешь меня нанять. Правильно? Ты же сам хочешь меня нанять. Ну, нет-нет, а до свидания, пожалуйста. А 240 платить? Так я сам тебе заплачу 240. Я тебе заплачу 240. Вот мой разговор с Гусинским. Понимаешь? Ну, точно, я понимаю Соловьева. Я понимаю Соловьева. Какие проблемы-то? Давайте, теперь, когда я защитил Соловьева, давайте поговорим. Соловьева не люблю. Считаю его вздорной женщиной. У него женский ум, неглубокий, очень поверхностный, очень выкручивающийся, очень склочный, обидчивая, склочная женщина. И к тому же с комплексом неполноценности. Когда впервые мы с ним встретились, в 2000 году, нет, 2001, я находился под следствием. А он делал какую-то передачу, там, один на один надо пить кофе, короче. Какая-то хрень, ну, я не знаю, название я не запомнил. А я такой был подавленный. То есть я не понимал, то есть меня шили убийства, что, ну, мне 105-ю статью пытались шить. Что я убить пытался этого человека, у которого синяк. Да. Значит, который бил меня. Меня избили, короче, и мне шьют его убийство, окей? Хорошо. Значит, я был дико подавлен, ужасно растоптан. И мы посидели с ним в гуме с видом на Красную площадь с Володей Соловьевым. Да. Он что-то когда-то в интервью вел, наседал, 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 как петушок. Смешно так было. Я так смотрел на него, что-то такое отвечал. Медленно. Отвечал медленно, вот так грустно отвечал. А он, значит, наседал, наседал, наседал. И в конце он говорит, ну, все, давай попьем кофе со мной. Я говорю, давай. Ну, якобы не торопился никуда. А что, у меня работы нет, я под следствием. И вот. И он говорит, я с допроса что-то шел, с допроса. И он мне говорит, ну, ты понял, кто настоящий телекиллер? Соловьев мне говорит. Я говорю, не знаю. Я говорю, не знаю. Он говорит, я настоящий телекиллер. Он мне говорит. Я настоящий телекиллер. Я говорю, ну, ладно. А я при чем тут? Ну, я-то не при чем, в смысле. Я говорю, ну, не ты, а я. Не ты настоящий телекиллер. Я настоящий телекиллер. Он мне говорит. Серьезно? Да, вот так вот он. Я говорю, Володь. Я говорю, никогда не был телекиллером. Я в жизни никогда не был телекиллером. Эти слова, что я телекиллер, придумал знаменитый гомосексуалист, черкизов с эхо москвы на непокойный черкизов был там парень черкизов он придумал что телекиллер никогда это не воспринимал всерьез и но это как бы шутка черкизова не нет не парит вот он говорит но я настоящий телекиллера хорошо это единственный телекил я никогда не был телекиллером я я был ироничным человеком меня пытается растоптать но я никогда не было никаким киллером я не знаю почему людям рут от моего смеха но это не значит что я пытаюсь убить я пытаюсь их ласково как сказать вылезать шершавым языком шершавым кошачьим языком своим вылезать с них от этого слезает кожа но 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 это не моя цель у меня нет этой цели поэтому я говорю извините но я не знаю вот типа передано знамя телекиллер ства от тебя сереже мне значит там 2001 год и так с удивлением смотрел на это не казалось оказался каким-то неумным подростком который пытается отнять несуществующее знамя которого никогда не было который придумал черкизов это странно так смешно было странно глупо понимаешь ну все и возле этого я его недолюбливаю в виду его пустозвонство он конечно на самом деле соловьев безусловно не умная машина по составлению синтаксических конструкций с огромной скоростью составляет синтаксические конструкции понимаешь некая программа компьютерная которая лупит синтаксические конструкции соловьев лупит и лупит ну и хорошо меня это не касается но с точки зрения денег отстаньте вы от соловьева отстаньте от соловьев он приходит не на государственное телевидение а в компанию и кто бы там ни был хозяин там есть хозяину компании есть хозяин в этой компании есть капитализация столовьев повышает капитализацию а если он повышает капитализацию то он вправе рассчитывать на долю времени понимать в чем дело он вправе рассчитывать на долю это всё разговаривает так сами можно говорить почему люди почему люди так так интересуют сколько получает он не может говорить от нас от лузера как бы да тут в прошлом часе говорили можно дайdi же не понимает не Он не может понимать нас, потому что живет другими категориями, живет так же, как... Он вас описывает, он вас описывает, потому что он вас видит, как рыбок в аквариуме. Он вам приписывает какие-то характерные, иногда попадает, иногда не попадает. Понимаешь, он говорит, вот эта рыбка, хочет есть вот эту рыбку. Зачем ты думаешь, что описатель рыбок должен обязательно залезть внутрь аквариума? Если я описываю чертовых рыбок, я сижу снаружи. Так же и соловьев сидит снаружи, он сидит на озере Кому. Он сидит и описывает чертовых рыбок, а ты требуешь, чтобы он залез в аквариум. А я не хочу, зачем нам нужно здесь в аквариуме? Он большой, громоздкий, заслонит нам ракушки какие-то. Не нужно. Не нужно ему сидеть в аквариуме. Он описывает рыбок, сидя снаружи аквариума. И правильно делает? Нахрена ему лезть внутрь, штаны мочить? Правильно? Не надо. Значит, я Соловьева защищаю в чем? Ребята, отстаньте от людей, которые уникальны для той или иной организации, уникально повышают капитализацию. А он уникально повышает капитализацию. Соловьев уникально повышает капитализацию. Значит, он приходит в компанию и уникально повышает чертову капитализацию. И если чертов собственник не раскошелится на это, то чертов собственник просто дерьмо собачье. Правильно? Ну, я просто тебе объясняю. Соловьев повышает капитализацию. Он делает рейтинговые программы. У меня нет вопросов. Ну, и все, и все, и все, и хватит. Вот и все, и хватит. Вот и все. Значит, я считаю, сколько стоит реклама в программе Соловьева? Скажите мне, и я вам скажу, сколько он должен получать. Мне кажется, Соловьев недополучает денег. Ему нужно стукнуть, наконец, с кулаком по столу и сказать, стоп, стоять. Я недополучаю. Я считаю, что мне нужно платить в пять раз больше. Все, и точка. Вот я Соловьева подучу, если встречу. И все. Пусть больше получает. Новости. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. 10 часов 30 минут в столице. С турист новостями Антон Кравченко. Здравствуйте. Алексей Навальный сообщил о своем задержании по дороге на митинг в Нижнем Новгороде. Оппозиционер написал об этом в своем инстаграме. Вышел, чтобы поехать на вокзал, задержали в подъезде. Как в кино подъехала машина, из нее полиция везут в ОВД Даниловский, вроде сообщил Навальный. Подтверждений этой информации от правоохранительных органов пока нет. Из-за звонка о бомбе эвакуируют администрацию Свердловского губернатора. Об этом агентству ТАСС сообщили в региональном департаменте информационной политики. Людей выводят из зданий правительства области и администрации главы региона. Других подробностей ЧП пока нет. Транспортный оператор Кубка Конфедерации пообещал выплатить водителям долги по зарплате. Накануне один из шоферов, обслуживающих соревнования, рассказал радиостанции «Говорит Москва», что работавшим в Москве выплатили только 50% гонорара, а водителям из Сочи, Казани и Санкт-Петербурга денег не дали вообще. По договору все выплаты должны были пройти до 5 сентября. Водители пояснили, что решились придать историю огласке, так как организации, не выполнившие свои обязательства перед работниками, выиграли тендер и на работу на чемпионате мира в 2018 году. При этом в подрядной фирме Event Logistics, которая заключала договоры непосредственно с водителями, заявили, что транспортный оператор Proxy Center не выделил им средства, однако там пообещали решить вопрос уже на следующей неделе. Общая задолженность перед водителями в четырех городах, проводивших матчи Кубка Конфедерации, оценили в 2,5 миллиона рублей. Из-за сбоя в энергоснабжении серая ветка метро Москвы остановилась почти на час. Авария произошла накануне вечером. Столичный метрополитен сообщал, что интервалы в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии увеличены по техническим причинам. Были закрыты станции Серпуховская и Нагорная. Агентство Ряновости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщало, что отключался контактный рельс. Задержка составила 58 минут. Специальные маршруты автобуса перевезли более около полутора тысяч человек. Илон Маск предложил использовать ракеты для перелетов на Земле. О такой возможности он рассказал на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии. «Если можно построить космический корабль и отправиться на нем на Марс, почему бы не использовать этот корабль для перелета из одного места на Земле в другое», сказал глава компании SpaceX. По расчетам Маска, при максимальной скорости 27 тысяч километров в час, путь из Гонконга в Сингапур займет всего 22 минуты, а из Нью-Йорка в Париж – полчаса. Самые длительные полеты, по его словам, отнимут не более часа. В завершении выпуска информации о курсах валют. Доллар на сегодня 58 рублей 43 копейки, евро – 68,64. И о погоде в эти минуты в Москве плюс 7 в течение дня облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в Москве, по данным Гесметио, составит 9-11 градусов, а области будет от 6 до 11 тепла. Таковы главные темы к этой минуте. Антон Кравченко. Говорит Москва. В Эльдорадо скидки всегда появляются, вовремя. Намек поняли? Недели суперцен. Духовой шкаф горения с сенсорным управлением. Всего за 19 999 рублей. И скидка до 20% по акции. Не пропустите. Подробности в магазинах. Эльдорадо. Качество по лучшей цене. Телефон рекламной службы 737-8747. Код 495. Радио «Говорит Москва» совместно с Русфондом собирает деньги на спасение восьмилетней Лены Ждановой из Москвы. Первую операцию на сердце Лена перенесла в год. Несколько лет все было хорошо. Девочка пошла в школу, занималась танцами. Каждые полгода проходила обследование у кардиолога. Но на последнем обследовании обнаружилось, что оставшееся после первой операции небольшое отверстие значительно увеличилось в размерах. Нужна новая операция. К счастью, сейчас ее можно провести щадящим способом, без вскрытия грудной клетки. Сама операция будет бесплатной. Но специальная заплатка, окклюдер, бюджетом не оплачивается. Для спасения Лены Ждановой необходимо собрать 157 325 рублей. Вы можете помочь Лене, сделав СМС-пожертвование. Отправьте слово «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Дополнительную информацию о Русфонде и детях, которым нужна Ваша помощь, можно найти на сайте русфонд.ру. Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. В эту пятницу тема программы «Реновация». Гость в студии. Председатель комиссии общественной палаты города Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Александр Козлов. По пятницам, после 11 часов. Большая стройка. Право знать, говорит Москва. Хотите обсудить, давайте обсуждать. Очень много сообщений. Все хотят обсуждать. Давайте, 7373948. Пожалуйста, я выведу вас в эфир. Вы скажете то, что думаете. Вас беспокоит. Да, то, что беспокоит. То, что вы считаете. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро, Лимонадный Джо. Здравствуйте, Лимонадный Джо. Соловьева обсуждаем. Ну, мы обсуждаем, давайте вообще, так сказать, почему 83% хотят, чтобы он был бедным. Тогда будет легче верить. Я не знаю. Я не хочу, чтобы Соловьев был бедный. Да. Но у меня просто есть какой-то чувство справедливости, и я вижу, как живут люди кругом. Вот если бы они жили чуть побогаче, мне было вообще абсолютно. Ну, знаете, все равно есть разница. Давайте, Лимонадный Джо, если позволите. У нас очень высокая разница между богатыми и бедными в России. И, тем не менее, она такая высокая, как в Америке. В России, как в Америке. То есть, условно говоря, разрыв между богатыми и бедными, как в Америке. Он прецедентен. Существует еще одна страна, где такой же разрыв. И ничего. Ну, мне все равно, как в Америке. Я же в России живу. Мне здесь хочется жить, чтобы люди... Вы же понимаете, что Алла Пугачева богаче в вас, например. Ну, может быть, да? Ради бога. Пусть она будет богаче. Пусть Филет Киркоров будет богаче. Я вот окружающие меня люди, мои сограждане, хочу, чтобы жили чуть побогаче. А причем Соловьев? Ну, а причем Соловьев? Он относительно богаче в вас. Ну, это нормально. Есть ощущение, что все-таки какая-то несправедливость. Не знаю. Странно. А вот я знаю одного человека, очень умного, кстати говоря, который работает в корпорации с олигархами. И он был, вот я вам скажу, все 90-е, потом 2000-е, он был заменит тем, что он заходил в нужные кабинеты. Ну, умел вести переговоры. И я его встречал все время в Кремле. Ну, раньше. Вот не на старой площади, а в Кремле. А? Есть такая категория. Да. Он умел ходить в Кремль и умел разговаривать. И умел приносить договоренности. Значит, он миллиардер. Ну, вот я не понимаю. И при чем тут то, что люди живут по беднее? Он миллиардер. А он, собственно говоря, не ткал, не сеял, ничего не делал. Он не ткал, не сеял. Ну, просто надо немножко миллиардеров перераспределить, богатство увеличить. Я согласен с вами. То есть у вас больше европейского, у вас есть некая душа европейца. Вы считаете, что разрыв слишком велик? Надо чуть-чуть перераспределить. Я понимаю. Чуть-чуть, я условно говорю. Я понимаю, я понимаю. В разы, ну, в разы, да? Чтобы разница была там не в 100 раз, а пусть там в 20 раз. Ну, хотя бы средняя пенсия была, хотя бы как-то... Я это понимаю. 27 тысяч в рубрике. Я вас понимаю, я вас понимаю. А у нас 8-10 тысяч. Я вас понимаю. Значит, вы послушайте, есть люди, которые решают вопросы. Ну, просто можно расскажем? Да. Есть люди, которые решают вопросы. Есть люди, которые ходят в кабинеты, важные, решают вопросы. Там без взяток, без ничего. Ну, умеют как бы, никаких взяток нет, но есть интересы. У нас интересы, у нас интересы. Там надо подвинуться чуть-чуть, здесь подвинуться, там подвинуться, здесь, им отдать то, нам отдать это, понятно, да? Все без вопросов. Есть такие люди. Я знаю одного такого человека, миллиардера. Он миллиардер. Понимаешь? Значит, дальше. А есть люди, которые решают вопросы просто за гонорар. Просто гонорар и все тупо. Понимаешь? Ну, хорошо. И все бы так хотели, на самом деле. А есть люди, которые решают вопросы абсолютно бесплатно. Бесплатно. Я сидел в Яфе. Яфа, это... Это Израиль, да. Тель-Авив, Яфа. Я сидел в Яфе. Обедал с Гусинским, с Володей. В 2000 каком-нибудь типа четвертом году. И он мне говорит, Володя, с хохотом. Он говорит, Серег, а ты знаешь, что Череповецкий азот, тема Череповецкий азот, которую государство отняло у Аннексима, у Потанина. Потанин и Прохоров тогда были. Аннексим был Потанин и Прохоров. Череповецкий азот, говорит, тебе забросили бумаги по Череповецкому азоту. Агенты. Филипп Денисовича Бобкова, моего, Филипп Денисовича Бобкова, который был при советской власти начальник пятого управления, против инакомыслия выступал. КГБ. Он занимался инакомыслящими. А потом он работал главой секретной службы Гусинского. Поборов инакомыслящих. Он боролся уже теперь с другими олигархами. И он, говорит, тебе забросил под видом ходоков, каких-то там оборванных, рабочих, он тебе забросил документы на Потанина. И ты их отработал, Сережа, вслепую. Он мне, говорит, типа, Сережа, ты как кондом, мы тебя надели и выбросили. Он мне, ну, сказал, что Сережа был приспособлением просто. Я ему сказал, Володь, да мне плевать, Володь. Я же вас всех ненавижу. И вас, и тех, и тех. Я говорю, нормально все. Нормально, по-доброму, я говорю. Завод-то отняли, отняли. А государству отдали, отдали. Рабочим заплатили зарплату, которая там, скажем, там есть. Да. Я говорю, нет проблем. У Прохорова с Потаниным отняли. Значит, ну не отдали же Гусинскому, а отдали государству. Какая проблема-то? Это понятно. Понимаешь, что я делал? Я сделал это бесплатно. А мог сделать за долю. Я мог сделать за долю. Сейчас жалею? Нет, не очень жалею. Но сейчас я вдруг почему-то пошел. Слушай меня, я мог отнять завод и получить долю. Ну хотя бы там, не знаю, 20 миллионов долларов мог получить. За долю, сказать, ребята. При этом ваши принципы бы не пострадали. Нисколько не пострадали. Нисколько бы не пострадали. Да, бесплатно. А вот, например, Алексей Семченко очень правильно написал. Тупо дали бы мне двадцатку, я бы был хэппи. Я отработал вслепую, как дурак. Хорошо, меня использую. Отлично, молодцы. Вот слушатели пишутся, к Соловьеву претензии только в том, что наругает Запад, а сам там прописался, вот и все. То есть он со своими принципами идет в разрез. Ну, хорошо. Но он любит такой Запад, который будет добр к правящему режиму. Это тоже ничего не идет в размер. То есть географически он любит Запад. Он любит Запад, как некий хабитус. Как некий хабитус. Как вкус кофе, как вкус булочки и так далее. Но он не любит Запад, как политический Запад сегодня в эту эпоху конкретно. Понимаешь? Ну, вот и все, вот и все. Может быть так, я не знаю. Я пытаюсь понять. А тем не менее, всех-то раздражает. Ну, раздражает, раздражает. Ну, хорошо. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю. Здравствуйте. Алло, Сергей. Здравствуйте. Добрый день, спасибо за передачу. Здравствуйте, здравствуйте. Все очень интересно. Все правильно, говорите грамотно и интересно. Хорошо, ну, это не тост. Мы же не тостами обмениваемся. Ну, прошу вас. Да. Что? Да, да. Это был тост. Не говорите тостами. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Александр, Москва. Да, прошу вас. Соловьев, он обычный коррупционер. Наворовал денег, господи, свалил на Запад. Он сейчас ждет, когда навалник у вас придет, будет прятаться на вею, будет думать, оттуда выдачи не будет, как бездона. Ну, издали-то выдачи бывает. Нет, выдачи нет из Израиля, а из Лондона выдачи нет. Из Лондона тоже тяжело выдать. Нет, из Италии-то... Как вы вас слышите, извините? Да, я тоже, я тоже вас с шипением, с небольшим слышу. Значит, на самом деле, на самом деле, коррупционер обыкновенный. А где он сказал? Что значит коррупционер? В чем коррупционер? Что значит коррупционер? Ребят, ну я вот, я не знаю. Потому что все, кто богатые, наверняка... Я что-то слыхал, я что-то слыхал о некоторых телеведущих, которые обслуживали некоторые интересы Шаловича Гиринского. Я слыхал о некоторых телеведущих. Это, кстати, казалось, касалось тогда проекта гостиницы «Россия» и «Зарядье». Вот это вот, которое все это перебороло, все «Зарядье». До этого же планировалось, что Шалова будет строить. И некоторые телеведущие обслуживали его интересы внеслужебно. За что и потеряли работу на одном из телеканалов НТВ. А затем получили работу на другом канале. Значит, это я слышал. Но это я слышал. Я не могу это сказать в суде. Значит, если вы можете сказать в суде, скажите. Скажите. Я не могу. Я слышал и точка. Значит, но я могу сказать, что придираясь к Соловьеву, вы на самом деле, ну, сейчас просто скажу, извините, да, завидуете. Ну, просто завидуете. Ну, потому что, ребят, ну, потому что реклама стоит в чертовой передаче очень дорого. И Соловьев, он системообразующий для российского телевидения, как бы. Но на своем канале он один из, как бы, одной из крупных основ. Он одна из крупных основ канала. А почему вы думаете, что если канал получает там миллиарды, то звезда должна получать сколько? Я вообще теряюсь в догадках. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Знаете, обсуждая Соловьева, а вы скажите, разрешу сравить вас и его? Да. Клича между вами, знаете, в чем? Нет. У Соловьева выступает гений стратегическое мышление, а у вас выступает... Да, вы... А у меня выступаете вы отбросы общества. Совершенно справедливо. Очень правильно. У меня, у него выступают гений стратегического мышления, а у меня отбросы подобные вам. Совершенно справедливо, да. Очень правильно. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Да. Да, здравствуйте. Не заладилось. Перезвоните, пожалуйста, пожалуйста. Шепение пошло. Извините, пожалуйста. Извините меня. Ну, мне очень приятно. Ребята, ну... Михаил считает, что Соловьев пилит бюджет телекомпании убыточной и на дотации. А почему вы думаете, что она убыточная и на дотации именно на программе Соловьева? Можно я спрошу? Я более-менее понимаю по телевидению, что происходит. Так. Ну почему вы думаете, что программа убыточна на Соловьеве? Программа убыточна. Знаете, когда телеканал убыточен? Когда идут детские передачи, которые нахрен никому не нужны, обеззаловка, которую вешают. Вот где и убыточны. Когда идет всякая дружба народов хреново, которая убыточна полностью. Вот где убыточность. Но ведь компания считает доход не по программе отдельный, а в целом. А он-то приходит конкретно. Вот я приду на первый канал. Я спрошу, ребята, вы что хотите? Вы хотите программу? Да. Вы хотите программу, которая возьмет рейтинги? Которая порвет всех? Да. Ну давайте. Что? Сколько вы будете продавать ее и так далее? Понимаешь? Они мне скажут, знаете, а мы еще делаем программу детскую в 6 утра, которая нахрен никому не нужна, но у нас обеззаловка. И она убыточна. Я скажу, ну меня-то парит это или нет? Минуточку. Меня парит, что она убыточна. Мне-то какое дело до этого? Она убыточна. Вот вы ее этот убыток продайте государству. Продайте Министерству культуры. Продайте Министерству образования этот убыток. Но меня это как должно касаться, я не понял. Ребят, вы что, ребят? Вы что, бизнесом не занимались никогда? Вы бизнесом занимались когда-нибудь? Вы, вот представьте себе, вы, я к вам обращаюсь, вы, конкретный слушатель, вы успех. Вот ты успех, ты успех. Ты пришедешь в компанию и несешь успех. Ты несешь успех. И чего? Тебе говорят, да, но компания в каких-то своих звеньях убыточна. Да плевать. Мне-то какое дело? Мне говорят, вы знаете, в 4 утра если у нас есть убыточная передача. Да повесьтесь. Мне-то какая разница? Ну я-то при чем тут? Давайте вы разделите убытки программы в 4 часа утра. Да вы идиоты просто. Идиоты, поставьте там белый шум, если у вас убыточная передача. Мы не можем поставить, он от нас требует государство. Значит, получайте субвенции государства. Пусть государство закроет убыточные передачи, либо деньгами, либо закроет их на белый шум. Все. Какое мне дело до этого? Я успех. Я пришел, и я успех. Там есть какая-то убыточная передача. Кого это парит вообще? Алло, здравствуйте, да, слушаю. Да, алло, здравствуйте. Сергей. Да, здравствуйте. Доброе утро, Дмитрий. Здрасте. Алло. Да, слушаю вас, Дмитрий, да. Да, ну какие-то проблемы со связью. Нет, нет, слушайте меня, слушайте, я вас в этот раз хорошо слышу, у меня все время проблемы со связью, а с вами их нет. Я вас хорошо слышу. Значит, смотрите, расскажу вам одну историю, она, в принципе, применительна к господину Соловьеву и, в принципе, к людям, которые хорошо зарабатывают. Мне рассказал ему адвокат. Да. Если есть время, буквально две минуты. Давайте. Идет судебное заседание, и, значит, два адвоката, один защищает, другой, как бы, там, нападает. Вот. И ситуация какая, значит. Когда, в общем-то, все аргументы были исчерпаны, а один адвокат спрашивает у другого. Типа, вот, там, господин адвокат, господин коллега, вот, я знаю, что вы получаете за своего подзащитного получаете, там, тысячу долларов, да. Вот, смотрите, тысячу долларов мы разделим на часы, это, получается, там, какая-то сумма, вот, потом часы разделим на... Ой. Это слово, значит, ваше слово стоит один цент. Да. Я получаю 50 тысяч долларов за то же время. Это говорит о том, что ваше слово ничего не значит и ничего не стоит. Я думаю, что, вот, это очень применительно к тем людям, которые неплохо зарабатывают, умеют правильно разговаривать. Ну да, мы говорим, ну и что, мы говорим. Спасибо. Ну, это такой жанр, он приходит говорить, и он говорит, и это привлекает людей. Вы говорите, он нам промывает мозги, ну, ребят, ну, вы же смотрите, ребят. Да, не смотрите. Ну, вы смотрите, как вам промывают мозги, ну, значит, вы избрали это. Это, это, и это деньги, внимание, это деньги и эпохи. Алло, здравствуйте. Алло, добрый, это Сергей. Здрасте. Я хочу сказать, что он не поклонник Соловьевы, не его там адепт абсолютно. Но дело в том, что кто на него нападет, действительно, я сам согласен, они полностью завидуют этому делу. Человек нашел свою волну, он долго к этому шел. И вспомните рейтинги, когда он там это все долбал-долбал, а это никому не было нужно. И теперь он человек, который берет интервью президента, может считать, что он там, ну, понятно, там один из первых тележурналистов. Да. И это просто простая зависть, потому что мы же все помним, как он был никчемным ведущим на дожде с нулевыми рейтингами и вел свою программу. Вы знаете, не нулевые. И правда. Не нулевые. Не нулевые. Давайте я вам возражу. Я вам скажу, нет, ну, позвольте, позвольте, я вам скажу цитатой, а вы сами судите. Когда в феврале, в феврале пятого года я пришел на радио работать именно на утренний эфир к Венедиктову, на разворот эхо Москвы, Венедиктов положил передо мной лист бумаги, на котором было написано, сколько рейтингу Соловьева. Значит, Соловьев, конечно, первооткрыватель этой программы. Понятно, что он все это с Америки привез, но тем не менее, он первооткрыватель здесь, в России. И мне Венедиктов сказал, у Соловьева столько, я сейчас не помню, 115 тысяч, что ли, там, IQ, аж не помню. Он мне сказал, перебьешь, я перебил через полтора месяца. Перебил Соловьева, мы забили Соловьева. Но, 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 это не значит, что у него была неудачная программа, она была удачная, в том-то и дело. И Венедиктов считал ее модельной, Венедиктов считал ее модельной. Поэтому он мне задал вопрос, Соловьева перебьешь? Понимаете? Значит, нельзя говорить, а если бы она была неудачная, Венедиктов бы так не сказал. Один момент, пожалуйста, про Соловьева. Раньше я к нему дозванивался на душ. Да. Но это все начало сходить, понимаете, к нему сейчас нельзя позвонить и что-нибудь ему сказать. Почему? А когда ему нельзя, у меня нет такого жанра, позвонить Соловьеву в программу, он имеет же это на радио. А что это? Это невозможно. Что-то случилось? Это нереально, ну, я не знаю, так он говорит, сам. Соловьев на радио. А после того, как я ему сказал по поводу НТВ, он что-то там и защищал, я говорю, слушайте, говорю, ситуация простая. Отдайте деньги, не пейте кровь. А после этого будем разговаривать о собственном. Да. Больше ни разу с ним не смог дозвонить. Ну, то есть он же тоже человек со своими минусами. И совершенно не терпит, когда ему возражают. Ну, такой психотип. Я люблю, чтобы меня убеждали, наоборот. Это другое. Ну, я говорю, у него есть свои минусы, а не его. Есть свой плюс. Но. Он блистательная машина для составления синтаксических конструкций, которая привлекает людей. Это все и все. Без сомнения. Вот если бы я был продюсером, я бы нанял Соловьева точно. Я вам отвечаю. Я бы точно нанял Соловьева. Я серьезно говорю. В общем, совершенно не обязательно мне его самого смотреть. Да, самому смотреть. Я бы, безусловно, точно его нанял. Я к тому, что он молодец, он прорвался. Да, прорвался. Он очень хорошо. Человек с нелегкой судьбой, вы знаете, он эмигрировал в Соединенные Штаты. Все ему припоминают сейчас, что у него вид на жительство в Италии, какой-то там форма вида на жительство. А то, что он жил, полностью эмигрировав в Соединенных Штатах, никто не вспоминает. Он жил в Соединенных Штатах. Можно у Гордона спросить, как это было. Да, Гордон, конечно, Гордон. И более того, что там он был не очень успешен. Я думаю, что там... Опять вы говорите, Гордон был как раз очень успешен. Там в Америке нет. А, в Америке? В Америке нет. Нет, 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 наш слушатель говорит об Америке. В Америке они не были успешны. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Он был... Любил в другой раз пожениться. Вот. И когда из его жены ушла, а потом к Ростову что-то... Это была история страстная. Ну, не важно. Я часто ездил в Америку в те годы. Ну, хорошо. Значит, я к тому клоню, что они не были успешны. Гордон делал маленькие репортажики для Ирены Лесневской. В 96-м, 94-м, 95-м году. В 95-м году Гордон делал крошечные репортажики о том, какая отвратительная Америка для Ирены Лесневской. Да. Как в Америке все не ладится, как в Америке все плохо. Так. Для Рэн-ТВ. Да. Понимаешь? Значит, и он очень не любил Америку. В результате... Ну, он жил в Америке. Он жил в Америке и был американцем. И Соловьев жил в Америке и был американцем. Причем тут озеро Кома. Они здесь без всякого Кома, они просто американцы. Да, как бы. Ну, Гринкарту уже никто не сдавал из них. Интересно, кстати. Ну, Гринкарту уже никто не сдавал. А зачем не сдавать? Пошли сдали, что ли? Пусть лежит. Сожгли, положили под трамвай. Я умоляю. Но это невыгодно говорить Навальному про Гринкарту. Ему невыгодно говорить. Почему? Потому что у него у самого Гринкарта, вы хотите сказать? Ну, потому что он не хочет ссориться с американцами. Либо использовать Америку как аргумент негативный. Ага. Потому что... Сам стоит в очереди. Он не стоит в очереди, но он под покровительством. И поэтому ему невыгодно использовать Америку как негативный фактор. Понимаешь? Он не скажет, он не плюнет в глаза. Вот вы там с Америкой. Всегда скажут, ну что ты, Леша, ну Леша, ну ты что, дурак, что ли? Ему Женя Алибат скажет, Леша, ну ты дурак, что ли? Ну зачем ты Америку-то приплел? Ну это очень странно. И все это понятно, да? Ну почему? Америка нормальная. Так что так, давайте, давайте вот что. Вы можете предъявлять, значит давайте суммировать, мы должны суммировать. Вы можете предъявлять претензии ведущему Соловьеву. Вы можете, тем не менее, если вы платите ему вниманием, а я еще раз говорю, что внимание это валюта современности, главная валюта современности, внимание. Вы платите Соловьеву вниманием. Следовательно, он наполнен вашим вниманием. Значит вы можете предъявлять к нему претензии. Но я вас умоляю, я вас умоляю, очень прошу, не предъявляйте к нему финансовых претензий. Это абсурдно. Это абсурдно. Это успешный ведущий. Это успешный ведущий. Это телезвезда. Дело же не в претензиях, не в том, что это незаконно. Просто это репутация. А что? Богатая Алла Пугачева это не репутация? А Кобзон богатый? Это не репутация? Подождите. Они просто поют песни. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Миллион долларов. На. Все. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, 80 тысяч евро за выход. На. Ты чё? Я не понимаю. Ну, они же не претендуют на роль каких-то... Они претендуют на внимание. Они претендуют на внимание. И Соловьёв претендует на внимание. Значит, претендует, он шоумен. Нет, он морализатор своих шоу. Морализатор. Что он плохого сказал вам? Он сказал вам, есть с грязными руками? Нет. Он сказал вам трогать попу, а потом в рот совать? Нет. Он не говорил вам ничего плохого. Он всегда говорит, только хорошее. Правильно я говорю или нет? Я не знаю. Наверное. Я ни разу его не смотрел. Спокойно. вы можете предъявлять претензии к ведущему соловьеву но вы не должны придираться к деньгам которые он получает он получает их потому что люди хотят их ему платить они хотят их мы платить они их ему платят поскольку у него есть внимание ваше внимание а раз это внимание есть ему будут платить не надо к этому предъявлять претензии мне кажется мне кажется это очень справедливо я я у меня есть сцена я продюсер или вы каждый из вас вот кто меня слушает вы продюсер у вас есть сцена вы говорят давайте васю шпунтикова пошлем все значит зал разойдется ну зачем все встанут и уйдут вася шпунтиков что-то будет гундосить там гунявый вася не интересно давайте пошлем витю фарточкина но это не очень интересно да но никто не будет слушать витю фарточкина они будут услышать зал разойдется все вернут деньги за билеты но зачем это правильно давайте пошлем володь соловьева полу слове зажжет он зажжет он зажжет он зажжет он загадил мозги еще что но вы слушали вы слушали вы же добровольно вы же забровольно важно никто на за ногу не привязывал к батарее правильно сами включили сами смотрели за то что он много вас собрал ему много заплатили это нормально это нормально если вы пытаясь вам доказать что это нормально это успешная передача а будет неуспешно и и закроют пожалуйста успокойтесь ладно успокойтесь но если вы хотите его наказать лишить его внимания лишите его внимания и тогда без внимания а внимание это главная валюта современности он станет беден а пока у него есть внимание он будет богат это нормально привыкните к этому подъем в движении так движение 5 баллов шикарный городочек сейчас посмотрю секундочку секундочку сосредоточьтесь уже на движение уже представьте себе что соловьев едет где-нибудь у долгопрудного например начинаете ненавидеть это место нет а опять мало всего и спали пробки на мкаде спали да но при этом вот в центре лубянский проезд большая лубянка бордовые да много дней уже постоянно какие-то кортежи несутся и что мне подозрительно я хочу стукнуть тащи с фсо рашите стукну наш начальник шеф бог наш бог наш бог владимир владимирович в турции а тут снуют кортежи вот уже спрошу точек вы намотайте на ус что какие-то кортежи хреначат по москве с кортежем мотоциклистов еще вдобавок взад вперед елозит здесь а путина то нет а куда они елозит а кто в них сидит а нам непонятно а мы думаем это самозванцы мы с дашей до распоясавшиеся негодяи самозванцы какие-то лжедмитрии снуют по москве путина то нет а кортежи то елозит елозит ох я буду их фотографировать дайте мне какой-нибудь телеграм-канал фсо я туда пошлю вам договорились хорошо мы пойдем и проживем ее эту пятницу двадцать девятое сентября подъем внимание внимание говорит москва девяносто четыре и восемь 11 часов столица в студии с новостями антон кравченко здравствуйте в начале сообщения с лент информационных агентств с пометкой молнии владимир путин объявил дисциплинарное взыскание министру транспорта максиму соколову президент согласился с предложением премьер-министра дмитрия медведева об этом сообщает агентство риа новости со ссылкой на официальный документ причиной содержания алексея навального стали его призывы к участию в несогласованном митинге об этом сообщили в пресс-службе московского главка мвд сейчас оппозиционер доставлен в отдел полиции для разбирательства ранен он сам на своей странице в инстаграме написал о том что был задержан по дороге на митинг в нижнем новгороде по словам навального полицейские задержали его в подъезде